так здравствуйте здравствуйте уважаемые спасибо что подождали мы с вами продолжаем сегодня играть battle brothers и ну сейчас будем вспоминать на чем остановились это было вчера всего вчера всего вчера вечером загружаем компанию нас во все уже идет кризис которым я принять участие к сожалению не могу адекватно закончили вчера на сражении кажется у меня нет ремонтных наборов кажется у меня есть все раненые привет рулс и тарша штрафбат слонера олежка даст по бенч гернаут риздо привет я чем чем получается херор инкомплит can not be recovered отлично я поставил тут просто этот моды какие-то возможно что-то конфликтует сейчас подождите может загрузиться второго раза не загрузится так но тогда мне нужно откатить все вещи которые что я поставил я поставил тактикал pack для того чтобы видеть вероятность более точную и поставил еще мод который показывает сколько стоит починка и целесообразно ли чинить вообще тот или иной предмет ним от на скорость не ставил до загрузилась хорошо у нас действительно 0 инструментов материалов при этом у да и видите показывается что например шлемаки нет смысла чинить некоторые вот это целесообразно этот нет маленький топорики нет смысла чинить и так далее вот я побит короче побит здесь мне в любом случае надо будет вернуться куда-то где-то закупиться возвращаюсь в торн волк посмотрим денег нет состав тоже так себе шины этот военная компания хорошо здесь 9 человек я не справлюсь с ними да потому что там сержанта у меня все все битая и ремонтных наборов здесь нет так цены здесь какие цены здесь хреновые на самом деле иду в следующий город но без ремонтных наборов смысла нет вообще куда-то куда-то соваться так а о чтоб начание не видно ничего основной экран троллит странно захват просто дальше сейчас уже все есть все видно так здесь есть ремонтные наборы набираем прямо с запасом потому что цена очень хорошая и здесь же может быть стоит по продавать хотя бы часть предметов потому что они место занимают по крайней мере те дешевенькие которые которые без того нет смысла с собой тащить на как-то так куплю немножко еды а здесь олень продается лучник мне как раз лучника и ручница есть для него на денег нет либо продавать побольше его взять не тогда запаса не будет совсем никакого так возвращаясь назад посмотрю на это я взял квест и причем этот квест из ведь отправить отправиться военный лагерь и доклад ждать но там скорее всего будет жестко то есть они с не справлюсь в в сложной миссии так встречать столпу детей о вы получаете украшенный топ в хелм это какой-то суперский этот шлемак и насколько я помню я первый нашел это моё пусть забирают что за шлемак то 320 броня топовые топ в хельм шикарно у меня даже танка нет закаленного бояку что мы танк потеряли галдиатора на шлема крутой конечно пока его чимим идем на этот квест здесь мы справились дождите а что по починки вообще да почти все уже там разобьем лагеря будет будет отлично рядышком лагерь орков чинем чинем сколько чинить еще этот готов чуть-чуть много да может броню заменить тогда как ты заменишь броню поехали вы входите в лагерь где застаете воинов наблюдающих за жучиными бегами они кричат когда не я одного из жучков которые пройдя полпути по выстланной сеном дорожки решает сразиться с другим бегуном азартные крики лишь усиливаются с рт а байт находит вас в толпе ведет шатер что за поручение у нас заканчивается запас еды если мы люди начнут голодать не смогут сражаться а если они не будут сражаться мы проиграем некоторое время продовольствие берем у крестьян к востоку отсюда я хочу чтобы ты отправил сюда проделал это еще раз один из моих стражников отдаст тебе список того что нужно забрать нифига себе послали а пшеничные поля ладно давайте сейчас на дорогу выходим здесь аккуратненько потому что тут караваны вражеские этим но сейчас этой кампании я бы по сражался если честно девять человек пехотинцы алибардисты и арбалетчики шлемаки надо надеть по крайней мере на тех кто не ним был у нас даже так лучше наверное ну что будем пытаться с этими сражаться это деньги все-таки давайте попробуем и там разбойник еще есть вот идеально мы разбойников взяли с собой и сверху еще идут вояки то есть я отступлю сейчас эти подойдут в уже пошли наверх отлично то есть кто-то кто-то покоцает не лучше но лучше целый ход сделать ведь они прям лезут на меня а мне нужно сделать так чтобы они не они как-то там схлестнулись с другими ребятами музыку батюш не получится сделать а музыка же замечательно не или или у вас громко она я ничего не менял просто не знаю тут какой смысл уходим смотрим как они будут себя вести его начинают стреляться уже с этими свояками я буду покоцаны в разбойники не справиться с все отлично норм музыка странно самый раз мне тоже кажется что отлично спасибо за разъяснение все и теперь можно уже потихонечку принимается господи арбалетчики с бонусом стреляют просто я не могу так ну игнорить и убегать дальше блин надо подходить тогда я понимаю что позиция здесь не очень хорошая да пошла не легкая паника у человека плохо зашел здесь так этот убегает ребята перезаряжаются спланирует отстреливаться видимо я бы эту горку занял здесь убил бы вот этих вот там какой-то какой-то урон нанесли бы вояки но занял бы вот именно горку против ну готовясь к сражению с регулярными частями на там плюс мораль у них экипировка отлично есть действительно уже ранение но как-то вообще не серьезно они по по коц или тех не нравится мне пока в эта позиция то есть вот эти вот двое трое уйдут ну очень быстро так давай займем позицию тогда главное здесь на второй с на втором уровне глеф разместить как-то вот так чтобы они могли бить по людям которые снизу мышцы преимущество очень хорошее если вы становитесь на находитесь выше и хорошо что они еще стреляют наверх то есть вот с этой тройкой я легко справлюсь о нормально тыкнули это кто такой арбалетчик тут очень много оружия денег опыта да 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 хорошо за если б я на старте не отступил мне пришлось бы по двум направлениям тут сражаться пытаться все тут справились считается это на будущее подходим хороший удар разбойников уже скорее уже нет чем они есть неплохо я бы поставил так человеком подходить конечно уж поделать так теперь надо уже мочить сверху народ оглушение сработало уже с первым первым же ходом этот паниковать будет хоть отстреливаться тут мы пока что ничего не делал потому что эти будут двигаться вперед я полагаю ну добивать этого и двигаться вперед меня смущает их мораль великолепная это прям а также наличие гизармы и там копья все остальное скорее о виви привет поздравляем виви с выпуском игры ей виви или это это он это он наш литовский чемпион так давайте наверно щит ломать потихонечку у меня минус мораль кстати адреналин и здесь не помогает вообще никак хороший удар убегает разбойник но у меня тут как бы три танка и все они не очень даже так поставлен так это не успеет ударить надо это пытаться добиться вот это хороший удар от от глефа может даже танком сюда встать а глефом тогда я буду получать со второго ряда с как мне здесь сплэш организовать то по-хитрому так что ли ладно давай адреналин ты стой не попробуй скинуть его попробовал и же они плотные здесь все стану на этого но ассасин режет просто как как надо четыре удара заход сейчас будет болючий удар и повезло что не попал щит все пытаемся разбить не получается делаем деф ну тут аккуратненько видимо тыкаем вот таким образом так глефом уже может бахнуть по трем хороший удар по всем попал добил хорошо застанил отлично отлично этот промахнулся 23 сложных опасных но уже паника пошла так держись даже вот этот еще может ударить опасно с копьем 680 но он промахивается этот оглушен тут мы соответственно затыкиваем чувака и уже ассасин врывается здесь огрызаемся как можем огрызаемся как можем почему-то так добиться здесь никого не могу кто опасные да и тот же опасный стан на него здесь добилин даже поставлю так сержанта потому что он здесь уменьшает защиту врагов и сам вытанковывает минус кепка пытаемся пробить от станем оглушаем точнее оглушаем окружаем добиваем залетаем потому что защита хорошая тут сто лет пробиваем щит оглушение сработало плохой ход тыкаем вот опасный ход повезло что не попал ассасина пущу скорее всего но хороший бой прям хороший бой так завязали арбалетчиком оглушили этого соответственно этот смертник и верхний тоже смертник блин справились и разбойников большую часть убили и и с этими справились прям шикарно да что вы хотели оп изи так лава лапы трофеи отличные еда ремонтные наборы много денег из тех и других подсвечиваются сколько будет стоить гизарма копьё вторые арбалеты точнее сколько будет чинить стоимость не такая высокая у счетов но я все равно возьму на самом деле что-то я зря выбираем я же сторону города еду а или в этом городе я не могу ничего сделать так у нас в level up у кого у тебя ты кто ты с межевой вообще рыцарь с высокой базой но ему плохо дают короче это под второй ряд выносливый чувак и мы ему скорее командную работу берем для более точной атаки и зир получил level up тоже выносливость наверное так так идем да здесь видите папа нет только без собак пожалуйста надо валить они с разных сторон 27 человек я попал я не знаю куда эти они со всех сторон будет идти дега я начал отступать туда где мне будут люлей давать похоже конечная да мне нужно этого как-то спасать но они скорее всего со всех четырех сторон соответственно мне нужно выбирать сторону а сторону я фактически уже выбрал сюда надо идти этот здесь можно подблочить здесь вроде как узкой можно организоваться короче я не могу уйти никуда кроме как сюда а не вниз пошел блин а сейчас разделяться тоже не совсем правильно наверное да они со всех сторон или сделать разведки попробовать резануть кого нибудь блин сокол здесь бы помог если бы я знал откуда они пойдут может мне не выходить далеко пока они не проявятся ну что если они слева пойдут мне вот здесь удобно будет с ними посражаться вообще непонятно где они все ну а вдруг их справа нет например вдруг а основная часть здесь я же не знаю как они там не они повсюду уходим пытаемся в левую цель я попробую организовать здесь защитам все таки то есть группироваться вот здесь поставить танка тут кучность великолепный можно организовать главное сильно не толпится и главное чтоб тебя нет не заблокировали то есть тут тут можно оборонять капец как их много да вы что да они повсюду дага грешечка кажется и сэр эронд тут еще тяж который будет нас убивать я наверно вот сюда буду стремиться от него да там кажется тупик если мы вот тут встанем как же я заблочил то тут все а я не уйду здесь уже никак блин меня заблочить на следующий ход блин плохая позиция эти назад отступают может быть не все будут или лезть на меня сразу же короче а тут ухожу подальше здесь узкий проход сразу меня тут а и завязывает меня двуруч сразу же попытаться его вытолкнуть блокировать не хочется эту штуку опять они идут уже да их очень много опять блок надо сначала танку убирать и здесь тоже блок я не успеваю и тут подходят да тут не выиграть уже и босс у нас оон отталкивает нас но сержанта не отталкивает сержант не уйдет вообще никак пробовать выскакивать не выскочил еще поднимаем а ты можешь бы изворотливо сделать сержант может уйдет ну как бы два танка это просто не танки у меня нет танков нормально пытаюсь пробить сейчас будет удар просто минус танк сразу они еще справа будут идти скорее всего второй танк тоже умрет блин если они здесь толпиться будут то это очень хорошо мне кажется надо пока не поздно сюда отступать этот отбивается не это смертник этот изворотливости если так уйдет надо ставить разворотливость сюда и герой сюда идет капец он плотный не это конечно конечно жалко что у меня там танк стоит я наверно сюда поставлю его и не ясно как лев и должны здесь работать они по идее должны тут стоять а тут уже они никак не встанут сейчас еще вперед будет так этот там справа обходит здесь танк в танка но надеюсь он постоит какое-то время до этого будет быстро ну как ни странно я ассасина сюда ставлю чтобы дебафать героя чтобы снижать у него защиту он здесь просто тыкай по второму оглушение не сработало а у хамдина еще минус навык ближнего боя хамдин чем уж тогда этого поставить сюда он сможет тогда бить сплэшем тогда топора надо будет сюда поставить на следующий ход ты пока никуда не ходите и так потолку мало а ты просто бей по герою сейчас справа еще прибегут скорее оглушение не сработало да справа бегут минус я врыв гг из кустов вот это минусы в караванов могу я отсюда убежать как-то еще на скажем наверх учитывая что выиграть то я точно не смогу я не вижу не вижу как я могу убежать уже но и больно как умрем как герой оглушили сверху пойдут еще а ее и а и и и Жалко. Ну, я очень много, очень плохо провел последние 40-50 дней. Там были серьезные потери. Серьезнейшие. Вот это еще жесткий сержант. Пожарим. Why not? Зачем? Нет, он выше. Рандом пощадился, что имеет макер откупить Глеб и нажимать на кнопку. Блин, это какой-то новорек токсичный. Почему ты... Зачем ты так делаешь? Все, добиваем. Особенно прикольно, знаете, под конец трая вот с таким вот экспертным мнением прийти. Я даже не добиваю этого, ладно. Ну что, я попробую еще разок. Трай сегодня стартануть. Посмотрим, что нам выдаст. Старт гладиаторы. Прокачка. Прокачка, не знаю, какая прокачка. Ну, если коротко, в прошлый раз, во-первых, я терял пару раз сержанта, я потерял танк своего топового. Я хочу сейчас пойти значительно раньше в локации и выбивать шмотки. Я так и не сделал дуэлиста с фехтовальной штукой, но это ладно, хрен с тобой. Терял лучников просто. У меня картечная пушка лежала так долго. У Урл Титра говорит, очень хороший трайк, получится все равно по эмоциям по сюжету. Спасибо большое, Урл Титра. Да, спасибо большое за поддержку тебе. Так. Михаил использует топоры вместо копии мечи. У каждого свое оружие есть своя роль. Так, Аля Навар, заходим. Что у нас, кстати, по зоркий глаз? Решительный и минус опыт, и без этих, да? Не, я бы, я бы, конечно, попробовал взять, может, взять ту генерацию, которая с портами, она очень динамичная, там много мифий. Только у меня ее под боком нет. Я сейчас попробую ее найти. История поиском. Потому что я в Яндекс сделал запрос, чтобы она сохранилась. Ну, что-то не вижу пока. Могу гладить уп-шной? Не или нет? Я хочу, я хочу. Давайте попробуем сгенерить что-нибудь. ОП-шной не нужен, просто не хочется, ну, хочется с портом, чтобы можно было куда-то, не по дорогам просто бегать, а как-то динамично перемещаться. Да. Так, к этому ориентировать, он сейчас фонечку. Это когда мы играли с тем... С темсидом. С темсидом. Хм-хм-хм-хм. Я не могу на этом. Римская 24 посередине. А, мы можем уже загрузить игру, там сед показывается. Действительно. Я же на нем поиграл какое-то время, какое-то количество дней, правильно? Нет, не вижу. Спасибо большое. Ну, там, типа, пару недель было. А, он удаляет в этом режиме. Если ты... Да, забейте. Ладно, тогда давайте порт пытаться сделать. Да, ну... Ни одного стрелка умирали, сержанты умирали, танк оставил. Это было очень жестко. Желательно, чтобы в первом городе, чтобы не надо было сейчас бегать, проверять. И смотреть, если во втором или третьем городе. Там, где не факт, что будет арена еще. Трайбл хороший, ассасин был тоже неплох. Да, да, ассасин хороший. Он без... А, нет, он с инициативой, он с инициативой. Я его собираюсь... О, порт, отлично. Что у нас здесь есть? Полеулучаемый опыт, ерунда. Смертник. Потеря здоровья не происходит. Потит. Ну, можно и так поиграть. Посмотрим. Посмотрим, что у нас в кузнице, моя любимая. Глеф отсутствует, но присутствует шпага. Блин, хочу, хочу Глефу. Вы бы знали, как хочу Глефу. Ладно. Все будет. О, Хатти. Хатти нашел ту генерацию. Секундочку. Спасибо большое, Хатти. Да, я на ней не переигрывал, потому что не хотел два раза подряд на той же генерации играть. Вот. Но она там очень удачная в плане как раз порта, торговли и VLP. Вот так вот, да? Похоже, что это оно. Неправильно введено. Может быть, там числа, там не i, может быть, там i, кстати. Может, там i? Так что, я вообще цифры какие-то тут ввел. Z, Z, U, может, QC, X, X, I, VLP. Погнали. Может быть, он к капс локу, к регистру чувствительный. Победный трайон, трудный самый. Да, это оно. И у них, кажется, здесь неплохие, да, выносливость у одного, у другого решимости и браулер. Хотя он танк, ну хрен с ним и решительный. То есть, как бы, перки хорошие. Глефа на рандоме, насколько я помню, здесь, и ее нет. Но, в принципе, ради нее мы можем, можем попаролить. Потому что она темп очень много добавляет. И у Глефа роль понятная. И, по сути, Глефа в прошлый раз лучше всего... Да что ж ты будешь делать? Да не... Z, U, C, X, X, I, VLP. Скопируй, Михаил. Молодец. Всем добрый вечер. Да, ну, прошлый трай был уже такой. Я к кризису вообще не был готов. То есть, совсем не был готов. Так, снова нет? Да что оно... Оно не копируется. В игре, по крайней мере. Я пробую. Не копируется. Давайте я напишу, потому что не факт, что последний раз, когда я ее использую. И для вас тоже, если вы будете играть, генерация может быть полезной. Вот она. Спасибо. Еще раз хотим. Какой момент залили трой, не напомнишь? Там постепенно, как это часто бывает, но в одну битву я потерял трех человек. Там сержанта, танка и еще кого-то. Там было уже все очень плохо. Так, Глеб, он есть? Как я хочу раскачивать людей? Танк почти без вариантов, ассасин почти без вариантов. Этот товарищ с выносливостью под роль Глефа тоже вроде без вариантов. Единственное, что может быть не стоит ему делать одаренного, может быть сделать палача. Даже не делать калечащие удары, а сделать палача. В любом случае, для старта я делаю всем хп, потому что мы должны гладиаторов наших беречь. Беречь, беречь, беречь. Как можно лучше беречь. Не помню уже, что... А, силу воли я качал ему танку, чтобы он не просаживался, да? А нужна ли ему сила воли вообще? Перк жалко немножко. Вообще нужно. Нужно, нужно. Сила воли. Так, ты у нас по инициативе, ты у нас уклонение. Ничего не забываем. Ты, соответственно, тройка прокнул. Тройка прокнула шикарно. И выносливость. Пока так. Тройка прокнул, он на копье будет. И пока что вот так. Копье возьмем, специализацию будем делать, да. Помни про... Ну вот здесь, да, я помню, что он в абсолют выходил. И одаренный ему не сильно заходит. 20% бонусного урона по целям, которые страдают. Может быть и неплохой вариант. Пересматриваю потихонечку 40 стримов по этой игре. Немного устал, но очень интересно. И подскажешь, там будут длинные трои, если в районе каких-то серий. А там, да, там в какой-то момент просто начнется, что мы начало проходим... Проходим. Там были моменты, когда неделю мы хорька одного убивали. Ну, стартовали просто неделю. Потому что первые несколько дней они самые рандомные, на мой взгляд. Вот. А потом как поперло, и все. И дальше... Там можно себе сложности создавать. Для того, чтобы темп наращивать. И нужно это делать, соответственно. Блин, вот я качал всегда глефия дэмэдж редакшн. Но, может быть, это и неправильно. Может, его просто надо плотнее делать. Или вообще ему качать инициативу и делать дебаф. Кстати, я не рассматривал. У нас же свободные перки там, получается, есть. Есть один. Длина имеет, подавление, берсерк, боевое безумие. Как вам под трем целям дебаф? Да, вот это вот нужно. Давайте попробуем так. То есть качаем ему... У него нормальная инициатива, в принципе. То есть не качаем мили, потому что он будет настакивать 10-15. Ну, или качаем, но не так активно, да? Урон, выносливость и инициатива. Ну, попробуем. Если мы качаем ему инициативу, он нимбл, он может у нас уклонение. Тогда отпадает вопрос, что мы будем... Да, он просто за счет инициативы... Давай уклонение. 4-4-4, вот так делаем. Любопытно, что из этого получится, конечно. Может, это и неправильно. Но я представляю, что я буду глефой, например, бить и делать минус 10 ко всему на... Ну, 4 нацхерра. Сейчас мы здесь и ляжем. Сейчас Т-3-шный нацхерр выходит просто со старта. Сразу сетку, пожалуйста. Лучше тебе эту сетку, тебе сложить сюда. Или лучше сразу кому-нибудь дать бинты. Только не говорите, что Т-3-шный. Нет, это Т1, Т1, Т2. Хорошо. Это нормальные ребята. Я уже более-менее опытный в боях на аренах. Подпускаем их просто. Пусть двое куснут меня. Даже так? Ну, давай тогда начнем мы с... Начнем мы с... С... Блока верхнего. Сюда вот мы заходим. Подставляет стараемся танка нашего. У него еще защита настакивается за каждый пропущенный удар. Плюс щит есть. То есть броня плотнее. Ну, а здесь уже по битву пробиваем раз. Щит поставь. Этот уже двинуться не может. Соответственно, два раза ударит мне по ассасину. И будет таков. Ассасин пропускаю. Чтобы подойти этого, подранить не получается. Нет в этом смысла. Слишком рискованно подставлять. Он мог по морали просадиться, но... Не хочу. Тут воодушевление у одного. Все готово. Поздравляем наших гладиаторов. Так. Димана спрашивает, когда прохождение с модами планируется. Пока не планируется. Я хочу сначала... Хочу сначала кочевников из кладбища изгнать. Что-то хотел еще взять. Хотел традиционно взять. А, подождите. У нас же торговля, инструменты. Да-да-да. Надо мне бы еще ручку с бумажкой. И посмотреть, какие там цены в других городах. То есть, когда... Первый же раз, когда мы пойдем собирать квесты. Наверху, да. Надо было проверить, кто продается. Можно было сейчас сразу какого-нибудь лемминга взять и сделать из него сержанта, например. Так, убери сеточку, пожалуйста. Чуть отступлю. Пять врагов. У них у всех дву ручки, к сожалению. Может быть, еще много станок. Сюда бы я танк поставил. А начал бы с нижнего. Да, идеально. Ну, там встает, делает щит. Он фактически завязал троих. Потому что это тоже хват потратит, чтобы подойти. Да, доски обязательно. Я также хочу попытаться сделать этот лучок классный. Ручницу. Танчик держится. Ручка с бумагой, цифровой век. Где серы? А тут не так много задач, чтобы процесс автоматизировать. Так, этот выскочил. Да, пока все приемлемо. Можно было лучше. Не получать столько урона по броне. Но дело наживное. Возвращаемся. Там был второй квест на два черепка. Это может быть караван. Моя задача также сейчас провести серию сражений на арене. Блин, реально ручку хочу взять. Сейчас, секундочку. Записывать особо не нужно, если не крахоборить у повара. А, у товара написано средняя цена пишет за сколько. А, вот в этом плане. Какая-то лучше примерно ближе к номиналу. Если дешевле номинала, то еще лучше сбивать в городах больших. Да, да. Но это правда. Это правда. Некромант верно все пишет. Есть средняя цена, есть мелкие города, есть крупные города. И да. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по второму квесту. Это действительно караван, потому что... Но я не вижу смысла сейчас куда-то лезть выполнять квесты, потому что мне в любом случае нужно подчиниться немножечко. И сразу лезть на арену. Бонус к стоимостям всегда от отношений. Это аргумент, что надо сбывать в южных городах. Давайте посмотрим, кто здесь есть. Гладиаторы, гладиаторы. Номады, мясничок. Этот зверобой. Но я бы сейчас метил в сторону сержанта. В первую очередь в сторону сержанта. Так, прольем кровь. И кто у нас здесь ждет 14 хера? Блин. Ну ладно, давайте не будем копье покупать пока. Надеюсь на то, что там не четвертый, не третий нацхер снова будет. Потому что стоимость невысокая, да. Стоимость такая же. Я даже скину сеть, чтобы был двойной хват. События в городах на стоимость влияют. Да, тоже верно. Я этого не помню. Так, с чего бы мне начать-то? Комтоз говорит, наверняка вопрос понимал. Смогли бы уже прикрутить канал хранения прошлой трансляции. Могли бы, но это не приоритетная задача. Короче, я, к сожалению, сейчас иду не совсем туда, куда хотел. Потому что мне, ну, просто танка некуда ставить. Хорошо, что на танк сверху спрыгнули люди. Здесь мы должны вдвоем справиться. Заход 2. Танк как минимум двоих потанковывает из четверых. А тут воодушевление. Прекрасно. Неизвестный поддержал ваш канал. На 100 рублей. И сообщает. Хочу себе имя в армии. Пусть зовут Мену 1-11. 1-11. Так, так, так. Не переименовать сейчас, но после... После этой каточки обязательно. Это, видимо, Виви. 1-11 будет звать он. В честь вышедшей игры. Сейчас готова будет. Так, второй бой прошел тоже. Хорошо. 1-11. 1 причем. 1. Правильно писал. Спасибо большое. Так, я точно буду брать упорного и человека с инициативой качать. Здесь, возможно, тоже мы возьмем упорный. Под глефу. И тогда нам не нужен будет адреналин, на самом деле. Ну, это чтобы работали бафы. Так вот. Да, вот это интересно. Глефа через подавление. То есть, что даггер может накидывать там 3-4 удара, что глефа по 2-3 целям может сделать удар. А то и больше, если убьет кого-то. Поэтому, может быть, так стоит сделать. Новый квест появился. Давайте посмотрим. Подавить восстание непрощенной хорошо. Но, к сожалению, тут новых людей нет. И гладиаторов, естественно, они так дорого стоят. Оплата просто сумасшедшая должна быть у них по 40 в день. 40-45. Идем к непрощенным. Добрый день. О, кочевники-разбойники, мне показалось. А, я же ничего не починился. Это ошибка грубая. 12 человек. Так я тут не готов вообще. Отступаем. Я возьму 4-го чувака. Подчиню защиту. Ну, тут как бы 4-5 этих кочевников и непрощенные. Хорошо, мы недалеко ушли. Сам квест по себе такой, что меня не наказали за эту ошибку. Так, возвращаемся. Кого взять? У батчера вроде оригин неплохой. Ну, так, чисто может что-то он решительный. Живчик. О, а это не офицер ли наш? Жирный. Решительный. 44 звезда. Выносливый. Инициатива еще сумасшедшая. То есть мы ему вообще через уворот. Это сержант же наш. 60 хитов с бонусом. Пофиг на атаку. Выносливость нужна. Решимость нужна. Инициатива нужна. Это топовый сержант. Ну, как топовый. Лучше, чтобы здесь было еще по 2-3 звезды. Звезды. Но смысл да. В том, что он молодец. Снимаем, снимаем, чиним. Но его не надо подставлять. Он должен сидеть не в резерве, но сидеть. Или ему сразу что-то купить. Да, выпадут сейчас первые эти. Сержант в грязном парке. Фартыки. 60 хитов на старте. 60. Блин, как же их много здесь, а? Надо начинать с людей, у которых нет защиты вообще. То есть, вот этих вот игнорирует. Стараться непрощенных убивать. Если это возможно, конечно. Что-то мне не нравится это. Ладно, старт не очень плохой. Блин, капец, как же вас много-то. Нет, что-то тут... Трензит и переподписывай 47 месяцев. Ой, транзистор, спасибо тебе за переподписку. Напомнил, что надо потише сделать... Сделать звук. Нас здесь запинают, скорее всего. Ну, их очень много. Либо паника, либо до свидания. Два удачных попадания. Стан на танке. Вот это плохо тоже. В чем-то не стану на танка. Ой, я пропустил ход, блин, дебилый кусок. Вообще не пробиваю ее. Теперь стану. Так, уже лучше. Сверху, мы, возможно, сержант спасли. Из-за того, что запаниковал, чувак. Вот это плохо, конечно. А вот это плохо. Что делать? Надо добивать этого, видимо. Вставать сюда. Пытаться спасти вот этого товарища. Получилось. Паника. Паника. Я сдвинуться могу, я должен сдвигаться. Чтобы меньше попадания вот этого чувака. Он все равно попал, ему плевать. У меня уже травма. Малой, без понятия. Так, там передышка наверху, он может вернуться к нам. Это не очень хорошо. Да, уже возвращается. Жесткая битва какая-то. Готово. Но травма и огромное количество здоровья мы потратили, к сожалению. Копьем сразу передаем нашему танку. Но это была очень близко, да. Битва очень близко битвам. О, танку щит копьё. Тебе, соответственно, щит. И пусть будет вилы, наверное, даже. Тебе бы лучше, на самом деле, щит какой-нибудь меч. Не, давай виллы. Виллы и армор надо взять. Возвращаемся в Дахаб. Подавили восстание рабов. И сейчас я бы поехал куда-то. Кстати, здесь у нас что по продаже. Это дороже, это дороже. Но в южных городах всегда дороже, да? Поплыли. Бланк Вассер. А, я мог ремонтный набор из собой взять, да? Я мог с собой ремонтный набор взять. Выследить с угрозом. Правильно я понял, что мы могли бы ремонтные наборы взять за 250. И здесь великолепно их продать. Ладно, проверь. Дахаб снова. Закупаем. Да я не выиграю много из-за этого, потому что потратил уже. Нет, они почему-то здесь не отображаются. Они успели уйти в стэш. Ладно, давайте берем квест. Кто здесь есть? Портной. 500 бабла. Беру за соточку броню. И никого не выслеживаем, потому что мы не можем сейчас ничего сделать. Столково мы просто сидим и ждем, когда к нам придут, а сами чинимся. Странно, вроде, если ты ремонтный набор уберешь, а не выходишь из этого. Вот подчеркивание панк поддержал ваш канал на 100 рублей. И сообщает. Макер, смотрю тебя уже года три-четыре. Начал смотреть с Диаблы. Так. Проникся к твоей приятной и ненавязчивой манере вести страну. А-а-а. До сих пор пытаюсь понять, чем обусловлена потребность страдать на хардкорах. Тоже так хочу, но чаще выбираю легче сложность. Ага. Интересно, что ты чувствуешь. Чувствую. Чувствую, что надо. Чувствую, что надо страдать. В страдании просвещения. Начинаешь думать о том, как лучше. Блин, псы по болотам просто ушли. Ой, да ладно. Шесть пауков. Да я много времени потерял. Что надо возвращаться и пытаться... Так, пауканы, я вас понял. Мы почти отличились. Это хорошо. Все еще травма есть. Пауканы лезут. Да, надо было скучнее держаться. Ну, вижу так до этого. И здесь тоже надо вязать. А потому что они запрыгнут от этого сажают. А почему их семь? Было же шесть. Чаще сверху начнут мочить. И я разделился дико. Не, семь это много. Я не знаю, как тут быть. Особенно вот промахиваясь и не выпутываясь. Я не выпутался. Какая боль. И отрава уже идет. Как же не везет по выпутыванию. Щей, яд. Их снова семь. Кажется, конечно. Но этого могут сейчас убить. Так, хорошо. Ассасина бьют. Так, дай-ка пусть... Да, что, что будешь делать? Как будто яйца здесь где-то пауков. Они спамятся постоянно. Какого лешего? Что это за сложность какая-то? Дикая. Надо было щит ставить. Не, у меня умирает вот это вот. Похоже. Если сейчас не начну резко всех разуплотнять... Что, начал, что ли? Может быть, и начал. Какая боль. А почему я не ударил? Я ошибаюсь. Очень много где ошибаюсь. Смогут кусить и все. Выжжим. Ой, от яда умру. Я от яда сейчас умираю этим. Ну, сейчас. Я не понял, а почему... Почему... Это от местности, видимо, зависит, да? Да, умер. Мне казалось, что яйца паука... Пауковские. Они появляются в гораздо более... Ну, в другой стадии игры. Тут даже близко у меня шансов не было. Так. Не думал поиграть в другой старт. Не, не думал. То есть, у меня этот старт вполне устраивает. Дело не в старте. Тем более, этот старт довольно быстрый. Яйцо вроде отлично пауков. Словно на 7 пауков одна штучка что-то такое. А их 7 было, а не 6? Так, два аспода поехали. Сейчас нам снова предстоят сражения с типовые... Ну, как типовые. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам. Ста же самая тема. Силу воли. Готово. Гринали. Так. А я все машины кидал? Всем хорошо. От змеи мы отступаем на две клетки, насколько я помню. Это позволяет нам, с одной стороны, сделать так, что они... Тебя не тискают. Лезем. Повезло. Хорошо. Первое пошло. Дальше у меня только угроза, да, кочевников нет? Ну, а что делать? Выслеживаем угрозу. Не забываем, что надо купить ремонт. Не забываем, что нужно посмотреть, кто у нас тут есть. Номат есть. Караванщик какой-то. Я кузницу не проверил. Глефу нет, но я не буду переигрывать. Что, ассортимент обновляется, нормально все. Так, три гиены. Три гиены. Да, у меня доспех у этого, у танка. Он должен танковать. Не готов к вытанковыванию. Погнали. Так, псы идут. Ага, эти снизу. Три тоже снизу, да, видимо, из-за... А, все, на танке. Отлично, отлично. Почти что прекрасно. И она бежит. Это тоже. Вот. То есть, в прокачке этих трех гладов будет разница. Ну, в смысле, по сравнению с прошлым троем. Также я буду стремиться выходить в лагерь и штурмовать как можно раньше местные лагеря. Если получится, конечно. Так, мы вернулись, получили. Новый квест тоже есть. Мы увеличиваем, торгуем. И кочевником идем. Может быть, все-таки имеет смысл кого-то взять. Наверняка. У какого-то летописца тоже история есть. Background. Посмотрим. Нас интересуют заключенные, летописцы. Заключенные, скорее всего, ничего не требуют. А вот чувак, летописец или рыбак. Рыбак нерешительный, летописец. Вообще смысла в нем я не вижу никакого. Так, каторжники. Без каких-либо тоже, естественно, выдающихся вещей. А кто есть еще? Ну, труботяги им были, паденщик. Кажется, я выбирал их. И караванчик. Вот караванчик там за 300 есть. Караванчик за 300. Этот товарищ с неплохим милей, с неплохой инициативой. Атака. Караванчик тоже неплохо, неплохо, неплохо. Резолва мало. Нет, в них я не вижу смысла. Пока не вижу смысла. Поехали. А, летописец ивент дает. Привет, дрейк. Спасибо. Ну, мы сегодня прошлый трай, вчерашний за... Закончили. Увы. О, у всех отличная мораль, смотрите. Все с синенькими флажками. Это ли не прекрасно. Так, как мне. Ну, видимо, верхнего мы вырезаем. А так встаем, видимо, сюда, под щитом. Гладиаторы, гладиаторы, гладиаторы. Да хватит, блин, что за люди такие? Как? Какое прошлое? Не знаю никаких прошлых. Да, первый победный. Первый победный трай. Все попадают. Вот с копьями ребята крайне опасные. Ну, четыре удара попали. С какой вероятностью? По 33%. 33 там 50 копья. Ладно, я тоже попадаю. Осталось пережить этот флот, а дальше будет минус мораль. Это рисковый ход. Сейчас может прилететь этот раз. Да, травма. Я не заметил, какая она стоит, насколько критична. Поврежденная почка. Хожж на минус выносливость. Минус 60 качкам здоровья. Ооо, 60% качкам здоровья. 60%. Пойду-ка я с караваном куда-нибудь сейчас. Так, упорный. Здесь 4, 4, 4. Да. Я не видел такого дебафа вообще в жизни. Все 25 хитов. Качки здоровья. Сынул легенду, больше не хочу играть ванилу. Разница как между логорным и обычным куском. Есть более интересный механик, который смотрит в личной игре. Понял. Бывает. Говорят, легенды несбалансированные дико. Типа, якобы сложные вначале, но на самом деле простые, потому что ты гир получаешь великолепный от врагов. Но это не проверенная мною информация. Арена, не арена. Может в храм зайдем? Есть храм? Есть алхимик. У некоторых оружия есть процент попадания базовой атакой. Я в курсе, я в курсе. Давайте это самое. Не душите меня в самом начале некромант советами. Я в курсе про копья плюс 20. В курсе про мечи там плюс 10. Там про булавы, которые по голове бьют. Молотки, которые броню пробивают. Просто начинается. Начинается вот все с советов. Потом с таких вот. А в курсе ли ты? А знал ли ты? И потом. А иди туда. А сделай это. И так далее. Поэтому. Я уже просто много раз проходил такой вариант общения. Когда. Ну когда. Просто. Кто хочет, тот и рассказывает. Цели на игру. Ну хотя бы парочку легендарных локаций посмотреть. Три гиены. Да, не совет, а сам только вчера узнал. Да, не совет. Блин, надо было взять, наверное, 4-го кого-нибудь. Дон, пару ударов уходит у меня, ассасин, вот этот вот. До того, как мы завяжем их в бой, я вообще не могу. Не могу никуда уходить. Все, первое завязалось. Смотрим, куда это прибежит. Хорошо. Ну вот тогда, наверное. Она в кустах сидит, да? Она убегает уже. Ладно, пусть бегут. Ромео говорит, узнал на днех очень крутую фишку. Сам глазами не поверил, как это было просто и на поверхности. Надо всего лишь каждый день перейти по ссылке. Спасибо большое. Так, два кочевника я согласен, потому что, ну не хочется мне тратить время на излечение. Я попробую при помощи сеточки как-нибудь бочком, 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 бочком пройти. Дед Мопо 3 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Дед Мороз, Дед Мопо 3. Добрый вечер. А ты знал, если выдавать мутчата, то и советов будет меньше. Да. Был такой. Хорошие враги, на самом деле, очень хорошие. То есть, плетка и вырубаем, в первую очередь, вот этого товарища. То есть, вяжем танчиком. Можно сразу бить. Тут хз, на самом деле. Сетку вроде не нужно тебе брать. Просто подходишь аккуратненько. И здесь он втроем пытается его забрать, вот этого нижнего. Очень простые кочевники. Подокружили его. Вот, а мог испугаться и не пойти и ждать, когда восстановился. А так, хопа, и косарик сверху. Так, но на этом у нас квесты в городе закончились. Поэтому имеет смысл в последний раз окинуть взглядом тех людей, которые тут с нами. Убедиться, опять же, что Глефа нет. Глефа действительно нет. Но надо почаще посматривать туда. И, не теряя времени, идем в Блайн Квасса. Здесь сразу берем квест. Обезопасить гробницу в палаче. Желательно кого-то взять с собой. Выбора нет. Берем рыбака. Рыбак с урону в ближнем бою. Выносливый. Ну, такой себе, конечно, дядька. И что еще? Да, здесь ремонтные наборы дорогие. А, храм есть. Давай-ка мы... Да, 2-6 дней это слишком большой дебаф. Идем по дороге аккуратненько. Это не аккуратненько. Это не по дороге. Ну, так, видимо, короче. Так, гробницы. 9 человек. Зомбарей Т1. Да? Не Т1, Т2 есть. Еще возвышение. Кроме этого не вижу. И здесь паники не будет, не забывайте. Мне кажется, надо использовать неровности, посмотреть, что еще слева будет. Типа вдоль стеночки как-то может быть. Мне не хочется, чтобы они меня за это самое. Да, там прям хорошие ребята. Здесь хорошо можно брать и снизу принимать будем. Тут раз, два, три как-нибудь сделаем, да? Типа одна клетка. Вторая. Опасно. Танк будет держать здесь. Причем он вот так встанет, чтобы... Вот он Т2-шный, вот. Раз, два. Это жесткий, ребята, вообще-то. Вообще-то это жесткий, ребята. Так, и первый же пришел. Пока просто бьем. Там экипарики классные у них, ё-моё. Тут готовлю сетку. Блин, а что делать? Пока пауза, пока пауза. Пока пауза. Здесь вообще легко отъехать. Прям легче легкого. Че, понеслась уже. Вот он, самая опасная цель. Один, второй. Подпоставляю, чтобы этому было попроще. Есть. Одного забрали. Там жесткие. Там у них кипарики по соточке. Здесь танк великолепно встал. Молодец. Он не только великолепно встал, он укладывает людей великолепным образом. Но не забываем, что в зомбаре еще есть предложение. Ну, они-то один к продолжению. Хорошо, что взял Лемминга без него. Здесь мог этот умереть. Это выпутывается, но мы немножко времени выиграли, да? Подставлю даже специально его. Подходим. Подходим. Кепку можно будет тут пополучить. Ага. Раз. Лег. Но этот бой был сложным, я вам так скажу. Без... Без вообще вопросов. Да, кипарик на 80. Все собираем, все пригодится в хозяйстве. Я вот думаю только что... Надо ли этого с собой оставлять или нет? Типа как Лемминга на какое-то время. Вроде как он не... Здесь помог. Просто... Они же будут через какое-то время увеличивать сложность. Наличие следующего у тебя тиммейта увеличивает силу, которая там генерится. Так, я хочу еще по двум, по трем городам до конца этого дня каким-то образом по... Поездить. Караван. Давай, Кампштадт. Старые знакомые здесь два квеста и обитают люди. Вор есть. Неплохой бэкграунд. Для воинов. Учитывая, что... Да нет, экипировки нет. В таверне слухи дорого. Последуй демонический тотем. Давайте берем тотем. Мы видели кое-что по пути недалеко. Он на лугах, в дне пути, северо-запад. От города Кампштадт. Но никакого другого упоминания. Так, подожди. Здесь должны были купить еще ремонтные наборы, которых у меня нет. Больше вещей суда. Ценных нет. Так, вернуть и идти по следу к юго-западу. Я не успею много квестов выполнить, мягко говоря, до конца этого дня. Тем более меня заводят в болото. Это забить. Бестолковое проведение времени. Да я на арену хотел вернуться. Успеется. Хм, противники на лемминга что-то лезут. Странные какие-то. А он не хочет лезть. Все. Ай, стум. Красивая. Ля, как мы этих завели классно, да? Еще две проверки по морали сделали. Ай. Броней нет, вот почему. Он так лихо уходит. Чертенько. Завели Лемминга и Люка. Я не уверен, что он останется у нас надолго. То есть я не вижу в нем смысла. Хотя вот мы ему уже и броню нашли какую-то. Не, щит для слабаков. Я не успею вернуться в рамках этого дня. Соответственно, на арене все равно не поучаствовать. Имеет смысл попробовать еще какие-то квесты по... Или хотя подождите, вечер. Сумерки. Успеваю же. Давайте вернемся в Дахак. И вот мы на арене. Три гиены. Я согласный. Что у нас по защите? У танка только немножко не хватает защиты. Но я не вижу смысла в том, чтобы как-то... Что-то как-то... Как-то что там... Тихо-тихо-тихо-тихо. Три гиены. Ой! Блин. Господи, на кого я надел? Ну, короче, у нас в проблемах есть. Я взял не гладиатора. Два раза промахнулся еще. Хорошо, танчик попадает. Здесь все. Почти все. Хорошо. Просто мне придется еще одно сражение провести гладиатором другим, для того, чтобы ветеран на арене получить. Но... Очень невнимательное я по действию. Справился, тем не менее. Он молодец. Зачем я ему опыт выдал тоже? Новобранец арены. Ради решительности, наверное. Да, ты это сделал? Что, в принципе, неплохо. И... Что у нас? Глеф появилась в продаже. Можно уже на нее положить глаз. Положили, взяли. Положили, взяли. Что мы будем делать? Мы будем ждать завтрашнего дня и снова... Господи, он реально растет. Вот в кого ты... Вот что это такое? Кто ты такой? Давай пока сержант из тебя делать, раз... Ну, чтобы просто с цепочкой квестов. Чтобы сразу знамя, этот, вывеска и так далее. Или сплавать и где-то там еще квесты повыполнять. Мне чиниться еще нужно. Давайте я пройдусь по дороге. До утра погуляем. Вернемся под утро. Еще одно сражение на арене. Но на этот раз уже с Глеб. Естественно, надо Глебу было сразу передать. Ты оставишься на мече. А ты оставь такой щиток. Так, возвращаемся, возвращаемся. Надо было раньше это делать. Уже рассвет. Так, смотрим, что на арене. Два гладиатора. Охренеть. Так, не повезло. Вплываем отсюда. Там штат, там был квест. Но квест это караван. Уходящий в закат наемники. Давайте сидишь. Опять караван. Эрлштадт. Беру. Да я жалованием. Мне жалование только на один день. Хватает. А квеста больше нигде нет. На арене я сражаться не могу из-за того, что там гладиаторы. В первом городе квест не факт, что появился новый. Нам про спутников говорят, а у нас 14 баксов на руках. Я надеюсь, что все-таки кто-то на нас нападет, и нам не просто дадут какие-то жалкие копейки. Между тем, уже следующий день и выплата жалования. Да, минус 200. Пришли в Ролштадт. Тут три квеста, слава тебе, господи. Идите по следу, верните, давайте, погнали. Иду по следу, возвращаю. Что? Где след-то? Полночи пробегал. Так, поехали. Так, ну у нас уже, здравствуйте, Глефа есть. Это называется, мы передаем привет всем. Подтыкиваю аккуратненько. Пробиваем. Так. Дядь меня беспокоит, он может тыкнуть. Он уже ничего не тыкнет. Все, завязали, откинули, хорошо, красиво. И это тоже паникует. Этот тоже мертвый. Чизин. Мы получили опыт, мы качаем. О, хорошую сделку, 700 крон. Нет. Да, потому что сразу может этот замок против обернуться. Так, здесь атака, это и инициатива. Я качаю Глефист по-другому. Он, да, мастер древкового оружия, но потом будет брать еще дебаф. Благодаря инициативе. Сдаем за 290. Смотрим следующий квест. К югу. Так, здесь есть браулер. Здесь есть... Вор. Три гиены-номады. Ай. Спеваю влететь. Это очень хорошо. Они вроде друг друга еще не успели погрызть. Но уже в процессе. Вот это классные механики в игре, когда встречаются разные... И можно заманивать одних в других и так далее. Так, гиену окучивают, насколько я вижу. Да, гиены все паникуют. Бедные псы. Они еще кого-то убили или нет? Да, жалко. Я мог бы их... Потыкать самостоятельно. Ну, в смысле добиться. Сейчас посмотрим, как они пойдут. Кто-то за гиенами. Кто-то ко мне. Ты тоже ко мне, да? Нет. Ну вот, видите, какой плюс шикарный. Сейчас мы их аккуратненько по одному поубиваем. Они, видимо, бросились за убегающей гиенкой. Так, этот дурачок решил, что может стоять под стеной щитов, укрываясь. Как же он не прав. Да, его друзья поздновато, но пытаются прийти на помощь. Остается трое. Скорее всего, гиены. И вот эти вот два человека, которые решили преследованием заняться. А нет. Что, сваливают, да? Ну, ладно. Но это все равно дополнительно. То есть я шел сейчас на миссию. И так вот попутно еще заработать, это прекрасно. Так, что здесь? Пятый уровень. Мастер копья все-таки танк. Три. Три распрокнуло. И четверка выносливость. Здесь у нас специализация по кинжалам пошла. Я кинжальщика из этого буду продолжать делать. Здесь то инициатива. Это атака. Это либо четверка выносливость, но это тройка. Либо милии дамаг. Решительный он, да? Давай, выносливость, окажется, ему не качал совсем. Так, этот якобы будет воодушевлять, якобы. Ему нерешительно начинаю качать решительность. Налетчик немного разбойников. Окей. Здесь тут уже это 2-ашные, да? А, не, налетчик может быть стрелок. Разбойник, разбойник. Так. Пытаюсь понять, как мы тут вставать-то будем. Уверенно будем вставать. А, вот ты какой. Северный олень. Опасный совной. Или совной. Надо было глефы пропускать. Скорее всего. Сейчас будет опасным, да. Со штрафом, но есть повезло. Тут потыкиваем паникующего. Отбиваем, чтобы моральчик сработал. Ага. Хорошо. Самый опасный чувак промазал 2 раза. Это ли не чудо? Все, мы к нему пойдем. Сейчас уже потихонечку ковырять. Три удара, это тебе не два удара. Это в полтора раза больше, я слышу. Нам дают совну. Можно, кстати, этому дать на вторую позицию. Много всякого лута. Хорошая миссия, хорошая. Прям хорошая. Ну, вместо копья как раз на растущего сержанта. Он хреновый сержант, но что. 8 бандюганов. Да мы очень небитые, нам плевать на них. Погнали. Чувствуете? Не, записи будут, я делаю записи. О, этого. В Т2 копье уже. Так, там метательные или стрелки? Металка, похоже, да? Сейчас узнаем. Т2 меч? Что началось-то? Что? Да, металка там. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот так, провоцируй аккуратненько. Чтобы они поняли, что не могут так просто брать и стоять. Кажется, они думают, что могут. Ладно, давай я тоже так умею. Да, метательное оружие. Дальше нам нужно два хода и по этой тройке стреляют. Но перед тем надо как-то... Сюда танк поставить. Ладно, давай держимся один ход, надеюсь. Там метательного оружия только два. Ай. Так, ладно, эти справились. Жди. Ты вставай сюда. Так и сразу. А, вот это плохо. Вот это я не рассчитал, я не посмотрел, что там оказывается. Очень плохо. Сейчас полный хаос начнется. Там мы его добили, но... Эти вот ребята будут... Может мне подойти? Я подставлюсь под этого разбойника. Мне не выгодно сейчас лезть. Да, не выгодно листь. Не выгодно листь. Там, кстати, пока они встанут. Твою налево. Какой же метательное оружие топовое. Какой-то хаос тоже. Ладно, этого будем близне бить. Да тыкай просто его. Помогать надо. Помог, проверяй. Не бойся, здесь уже можно идти на этих купырей. Здесь поможем. Чувствуете, да? Вот если включить трансляцию недельной давности. По крайней мере, старт у нас стал с вами лучше значительно. Добиваем. Бьем. Бьем. Может быть, и надо было этому сначала помочь. Что-то я... Решил, что он мертв. На самом деле, он нифига не мертв. Танк-то все равно танкует хорошо. Добиться так аккуратненько. Дальше уже выходить. Старт отработан 100%. Сейчас вышли на миссию. По пути справились там с комбинированной гиеной плюс кто-то еще. Взяли лагерь на обратном пути еще с разбойниками. Которые причем нападают на нас. То есть это значит, что силы более-менее равны. Потому что они убегают, если силы не равны. И у нас уже арморчик на 110. Это уже под ним был. И кипарики с Т2. И, короче, здесь все. Здесь просто все. Здесь очень много денег. Очень полезные вещи. Я вообще бы начал потихонечку уже менять кепки гладиаторские на нормальные, адекватные кепки. Потому что, ну, тебе на такой стадии не нужно много армора в голове. А вот выносливость тебе пригождается. Так, скидываем здесь квест. Смотрим, что еще осталось. Но подозреваю, что там квест... А, подожди-ка. Сирич. Сидич и караван. Ну, в Сидич я возьму посылку, естественно. Думаю, перед уходом, может быть, кого-то здесь взять, проверить. Браулер неплох. Ночное зрение решительный. Давайте проверим этого вора. Так, 55. Со звездочкой. Оставим. Он вроде как метательный, не метательный. Сложно сказать. Может быть, на свап. Его оставим. Все, в Сидич идем через Камштадт. То есть, сдаем посылку туда. Пытаемся сейчас до конца дня еще на арене. Раз. В Сидич за 80. Посылку сдали. И... Еще одна посылка куда? Эрлштадт. Тогда не успею в этот. Я тогда не успею к бою на арене. А ты готов к бою на арене? Не особо, вообще-то. Как бы ремонтных таборов нет. Давай-ка выполним этот квест. Еды нет. Еще раз куда? Камштадт и Эрлштадт. Тут новый квест появился. Сдаемся. Ух, караваны слишком долго. Динамика совсем не та. Так уже шестой день. И уже утро. Смотрим, какой квест здесь. Эти местечко в дне пути слишком долго. Сопроводить караван слишком долго. Ну, все, тогда идем в Дахаб. Тут тоже новый квест есть. Подавить восстание я смогу быстренько сделать это. А потом еще на арене побиться. Четко, да? Штампуем. Одного за другим. Одного за другим. Квесты выполняем. Я этого буду качать, я его не буду увольнять. Так же, как и этого. Буду качать на металку. Быстрый, ну, и ближний бой. Оружие. Но оба они временные. Это не те, которых мы ищем. Начало отличное. Но ночью лучше такими делами не заниматься. Да, его сейчас подблочат. Он стрелял зря. Плантатор, хорошую жирноту разводить. Предупреждение тебе. Давай сюда. Зря я разлился. Представляю, ведь машина нам какая родится. Веди себя нормально. Так, сверху у нас намечается какая-то... Проблемка намечается. Так, уже не намечается. Так. Не, Нибиряк, здесь нет задержки. Мне кажется, из-за того, что я набрал на роту, вот уже начинаются... Начинаются проблемы с количеством врагов. Может быть, просто кажется. Не знаю. Пока, конечно, справляемся, но число... Число врагов как-то растет. Все. Трансляция идет где-то часа полтора. Ну, прошлый трайк, к сожалению, запороли. Ну, там все к этому ушло. Так, до хаб вернулись. Восстание рабов убрали. Смотрим, кто на арене. Три аспида. Надо брать. Трех аспидов. Ошейник раз. Ошейник два. Ошейник три. Щит другой. Этот щит убрать. Так, и здесь какой-то ивент еще, да? Ага, на еду цена очень низкая. Действительно, рис покупается дешево. Что по армору? По армору ситуация плохая. Все коцаное, а время тратить не хочу. Поэтому снимаю и чиню. Погнали. Три аспида сложным. Возможно, надо было сразу сеточку вытаскивать. Их по-хорошему нужно выстроить в линию. И завязать хотя бы парочку. О, есть. Удар неплохой, но недостаточный. Вообще недостаточно. Нет. Блин, и все же сделал как-нибудь. По-царски. Пассажет мне еще. Повезло. А, я сетку не использовал. Из-за этого. Запорол я его вчера. Это Трай. Там все было очень-очень плохо. Новых квестов нет. Денег немножечко получили. По... Какие варианты? Начало дня. Я съезжу в соседний город по дороге. Теряет к решимости. О-о-о-о. Прими как есть. Не получилось его. Это самое. Успокоить. Да, я вспоминаю. Сейчас же справа будет второй южный город. И мы там под шумок можем... Выполнить квест. Я просто плантатор в игнор лист, добавлю. Реально, и все так проще. Так, вы следите угрозу. И, наверное, караван. Да? Нет. Кочевников. Кочевников я сразу пойду изгонять. Кто продается? Ассасин продается. Погонщик. Скорняк тут есть. Вспоминаем. Ну, видите, я, скорее всего, здесь два квеста должен буду выполнять. Так как не успеваю с утреца вернуться в дохаб на следующий день, точнее. Хотя, если к концу дня, может быть, успеем. И не успеваем. Да, капитан Кэт где-то по 300 монет у нас получается, 260 сейчас. Ну, это из-за того, что гладиаторы, они очень скилловые с одной стороны, с другой стороны очень дорогие в обслуживании. Надо будет этого чувака убрать, поставить нормально его. Не так плохо. Да, в частике на ГГЭ эта функция замечательная, игнор листа. Вы можете добавлять пользователей в игнор. Даже раньше себя можно было добавлять в игнор, чем некоторые пользовались. А потом жаловались с опорчей, типа, что у меня сообщения в чате не отображаются. Помогите, исправьте баг. Так оно и было. Все, я взял ее. А что это такое? Интеллектуальный сбор добычи? Это мод я поставил. Интеллектуальное управление автоматически. Довольно расходы каких-то общего... А, он, типа, переносит расходники внутрь. Это хорошая штука. Чисто механическая, но проще будет. Так, ну я не добегаю никогда. Или успею добежать? Как вы думаете, концы этого дня? Нет, не успею. Но здесь пропал квест. Так что выбора у меня особо нет. О, строительные работы. А там не было случайно доски? Досок нет. Ладно, поехали. Все равно возвращаться в дохаб. Из плюсов, чего? Глефа купили, сержант у нас не сержант? Да, никак не успеваю. Надо по дороге что-нибудь найти. Давайте ночь отсюда. Попас посмотрим, что за место здесь. Вроде было... Где-то тут. Ага, древний город. Это здесь следующий. Девятый блин день, толку нет. Тебя апп м4, 2, и... 4... Пока так. еда заканчивается возвращаемся в дохаб а там 2 бешеные гиены соглашаюсь убираю копьем и не лутонули кстати ты дважды которое было арморного починить бешеные гиены это не просто поэтому сразу сетку ставим они будут жрать нас понятно и благодаря сетки мы первым бьем а здесь просто берем щит из делаем стену счету даже не подходим пусть она три раза меня клюет по защите по повышенной все мажет ну а дальше затыкиваем просто изовые гиены гляфа 6 и тут я хочу и длину имеет значение и подавление подавление снижает у противников лучше через защиту сыграть да давай сначала длина потом нимбл может быть даже подавление сделаем после берсерка и боевого безумия давай длина имеет значение что по квестам квестов нет надо отсюда валить перед тем как валить закупаем еду тут рис со скидкой и один ремонтный набор и дальше прохаживаемся по стандартным городам в кампштадте появился караван который мы скипаем буду искать пригиб погребенную обитель и может быть слушать я погребенный обитель получается это о вот это вот фанатика собираем смотрим может он опа 40 резова 48 3 звезды мы нашли сержанта топова культист давку леонок будет у нас сержантом смотрите какой 48 это просто прекрасно ставим тебя во второй ряд одеваем на тебя шлемак это тоже весьма неплохой 57 звезда 117 и фехтовальщик что началось то ребята что началось главное не залей а еще раз найти местечко в землях так место на урума на урмак что землях что заводцы на урмак северо-западу отсюда северо-запад отсюда в болото что ли блин я не понял землях что заводцы к северо-запад мне кажется проще плавать в бланк вассер и наверх эти чем через болото путешествовать опа вы выходите из палатки чтобы смотреть своих людей очень а эта тренировка многие из них недавно наняты новички нервно знакомишься с друг с другом я знаю чем ты думаешь ты думаешь что только что нанял кучу человечин для мясорубки что скажешь если натаскаю мальчиков ближний бой луки стрелы настоящая броня это выносливость видимо немного сил ближний бой плюс 2 к навыку ближнего там травма в 1 плюс к защите венцел это новенькие люди были обучены до венцел это у нас кто случайно не венцел вот 59 минут это прям в точку ну как бы это северо-запад вот это вот северо-запад блин и где мне искать и столько времени теряю на этой разведке несчастный ну надо назад идти вот все вот это вот проверять не может быть в воде слишком близко видимо где-то здесь вот что-то виднеется это виднеется город а группа усталых следователей мира мне подсказку к востоку отсюда в дне пути в лугах давай карту отмечу на лугах в дне пути к востоку отсюда все-таки здесь был проход до и отказываюсь от контракта извините да потому что денег нет и я туда пойду и и знает разбойника вот это вот я могу таверна тут охотников лучников много разбойники трендец как далеко вот можно трутубу подрубить как только аспирант придет он подрубит так заходим смотрим кто здесь 2 копия 6 человек хорошая экипировка лучники есть два лучника есть нам надо показать что мы тоже не лакомшиты метательного оружия у них действительно много ага все таким образом дам с очень опасно подходить имитательную за его брохатуру мощники паскудные эхо за что делать вижу одного метателя а вот это плохо а ну-ка назад так можно так наверное нужным почти миша этот меняет берет топорик на на это опасный момент хорошо он не попал добили раз тут вижу хотя окажется он там ценный мне бы он металлочка сработала ну внизу только выиграет а с этими мэра расправимся главное чтобы сейчас не было каких-то шальных выстрелов и все так все хорошо ко мне не влетела в лицо по от головы как же они достали то со своими очень настойчивые ребята так пошел надо разобраться возможно кого-то уволить смотреть вроде все все товарищи кроме кроме одного у меня с какой-то мыслью были взятым надо было умные умную эту так перережьте отберите оружие прогоните оставь разбойник в 1 господину 2 отпускается не знаю зачем у нас ассасин 6 и он должен брать подавлением подавление потом ним был подавлением потому что он у него инициатива высокая он как раз цель несколько раз тыкает и дебафает здесь прокнула четверка возьму четверку выносливости смотри кто есть кто ты кто такой ты у нас фехтовальщик у тебя порезана защита в ближнем бою порезаны инициатива но в целом у тебя 59 плюс звезда на первом уровне это хорошо ты нужен нам в расход я бы пускал вот этого чувака такой хотел какой расход он на тебе имеет меч и ты и вблизи бьет тебе больше бы метательного оружия ему выдать как она делается видать на оружие хорошая вещь встреч на первой линии да ты здесь ты у нас топовый сержант вот чувака с вилами надо внимательнейшим образом никуда вообще никому не отдавать этот сержант у нас качается для того чтобы ускорить процесс получения выполнения целей что нам сначала дали знамя потом нам дали на шлепку мы так закрываем глобальные цели и известность свою повышаем плюсом предметы дает то есть второе копье и постепенно вот этот соответственно сержант он наступит место вот этому да в куленку потому что то у него 40 48 решимости 3 звезды с металлками а с металлками можно сразу чит ставить что это не помню об этом это гораздо упрощает задачу так а человек умирательного оружия очень хороший урон сети плет им не хотят их слишком малым что я еще хочу новых людей а брать не хочу а кто тебя вот этого товарищ но это как раз у тебя да а этот а этот у тебя фехтовальчик будущее пусть а все люди кроме временного сержанта они с мыслью это невероятно идем по дороге вниз пытаемся в дохаб вернуться и посмотреть можно что стоит вычинивать что нет тут ведь отображаются цифры там модификация тоже поставлены который показывает имеет ли смысл продавать очень точнее вещь с учетом средней цены средней цены так есть посылка коджендорф назад бежать я поехали в дохаб 320 и моё это вот от количества людей зависит видимо танцующий с клинками два кочевника я не уверен что мы вообще сможем два кочевника рандомный танцующий с клинками это псих ненормальный а я без нимбла мне бы хотя бы седьмой уровень получить чтобы такие квест выполнять караван второго поехали а вот поехали скинем вещи здесь по дороге мы давно не продавали ничего а второе копье надо будет взять поставить это важные мечи цены хорошие косарик ты дважды копьё ты хотел поставить михаил да хотел и ставлю дата 2 копье есть так и есть еще езжаем езжаем с караваном часто бывают атаки то есть генерятся товарищи идут ну это субъективное наблюдение возможно это не так но чаще если ты берешь миссию с караваном по тем же самым дорогам если ты бегаешь пешком ты не встречаешь такого сопротивления и караван второго прибудет конечно возьмем пса минус палец у реймунда минус навык дальнего ближнего боя хорошо что ты сержант ой так нужно человеку который а сатой не получилось так день закончился вторую может быть будет что-нибудь посылку куда вдоха нам как раз сюда возвращаться стараюсь не терять время стараюсь не там разводить костер ставить палатку чиниться лечиться все миссии мы пока что стартовые 12 день между прочим надо было бы наверное уже куда-то на вас треклы же лучше скорее всего на аренах до докачать гладиатора выполнить вот это вот несколько боев на арене один бой остался получить 5 решимости идти уже на что-то более серьезным допелся вкусил палец так вернулись это хаб нет квестов кто на арене 14 беру нах цера и еще я возьму себе естественно сеточку потому что за такие деньги там может быть вполне 3 до 2 2 3 так они на сколько ходят на 4 на 5 3 4 до 3 2 1 3 плохо конечно да я пока не хочу стену копии ставится пытаюсь понять как мне лучше их блокировать да я поставлю за стену копии тут соответственно сябка на большого и отступаю на 2 этот удар на двоих и отступаю на 2 у нас получается чувак с копьем с одной стороны с грешным причем копьем и с навыком причем этот все-таки получивший удар 2 очень хорошо пока разрулина смотрим как выступит наш танкист пропустим не пропустит бурсуков к себе скидывает не получилось скинуть это очень хорошо мы можем активнее сейчас пойти вот так скажем и вот так а понеслась надо было бить пока сетка работает все посмотрим съел танка это очень хорошо но этот стал третьим и это конечный танк освободили даже субьет его с у двух ударов а съел танка не уверен что шансы даже такой ситуации есть но его типа дебафф им но раз какая там точность 48 повезло мне добиваем есть это была доспех гладиатор и мы лучше мы выполнили цель но это было жестко да так доспех гладиатор я бы выдал не понял а вот он 8 12 вот этому выдал бы собираю еду но было близко да сейчас нам новую задачу дадут я пока что скину шмотки чтобы сразу выполнить эту задачу да ну знамя имеется ввиду и наверное не имеет смысла сейчас куда-то уходить до дождемся следующего боя известность растет и прогуляюсь по по пустыне а мне нет смысла я щас никуда уйти не могу приемлемое место если бы уплыл то опа ложь кочевников немного они много это сколько я бы сходил сюда или сходим когда получим седьмой шестой после следующей арены тут лего может лежать немного это сколько это 56 или это десятка это кажется десятка да я сразу знамя получу это будет следующее оружие там на 3 3 лавала погрядет причем два из них это ним был то есть увеличение плотности наших ключевых гладиаторов двух из трех в два раза два с лишним даже поэтому нам бы сейчас дождаться цели о тройка и знать кочевников лагерь вольных бродяг погоди это не тот лагерь вольных бродяг то вот но если берем квестом не будет там авто скейл будет соответственным 46 если не ошибаюсь это было бы неплохо и мастер мяча пум 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 может возьмем кого-нибудь еще для места так скажем раз-два надо не забыть их удалить здесь неплохой товарищ 51 2 звезды пойду изгонять да не хочу с мастером мяча он еще жестче мастер мяча круче гладиатора насколько я понимаю еда заканчивается но здесь босса может быть лего вот кочевников ножки надо было раздать да слушайте это кочевник-головорез реально не не алё но они-то дважды они сильные но цеп там топор но это не не какой-то не какая-то аховая штука так но здесь вроде как все понятно вот и кочевник плохо чё-то это могут убить уже надеюсь это был лемминг обычно так быстро не умирают люди которые в броне да вот это 2 это 1 опасно болеем травма а это не наш гладиатор от какой-то другой не нужно роли правильно распределить это читаем абы как а это то ладно приходит у себя еще не попадаю ай очень плохо я тут играю очень плохо ребят воодушевлением еще мораль прекрасная в этом минус леммингов понимаете вы так это ок цепь конечно аховый тоже ладно поставлю даже чтобы второй цель дать на поступаем отсюда ребята никакие бежит вот было бы сейчас неплохо мне про ножички вспомнить или все-таки да да еще глефа могут убить ему плевать у него мораль шикарная толкнуть на толку для кого-то потерял уже из нормальных трех мне ничего толкового здесь не дали но кроме серебра сейчас будем разбираться кого мы потеряли так сержанта мы потеряли сержанта которые такой метателя все нормально мы фехтовальщик выжил выжил будущий сержант выжил выжил только вот сержанта я зря первого потеряла потому что сейчас мне боевое знамя надо делать как вообще мне и вон плотный наверное да что мне ему качать значит в дальнем бою единичку жир беру мне просто сейчас должны знамя давать вот ай потом следующее это воодушевление если у меня было воодушевление я бы выполнил сразу второй этот аспект так танк наш берет гримы q он позволяет не штрафовать его по по защите если рядом больше чем какое-то там количество врагов продолжаем там качать здесь это фехтовальщик да у тебя да то есть инициатива урон как-то не странно резов тоже хорош с плюс морали он будет хорошо расти все равно защит далее давай пока результ но и выносливость всего лишь единичка здоровяк база 6073 этого лемминга мы в расход увольняем в результате у нас остался будущий сержант будущих фехтовальщик и три основных человека как-то так даже по раз по раздаем и есть смысл чинить это серебро продать честно должны дать амбицию новую новые новый квас да хаб вернулись на арене тот самый мастер но эту ночь и не хочу тратить я пошел по местам в других местах доставить посылку посылка хреновенькая вот собрать 2000 крон у нас как раз нет 2000 крон но может засчитаю давай ладно тогда посылку доставим что все равно придется видимо туда обратно метнуться и потом ну нельзя же тратить деньги эти до квеста хватит чтобы чтобы получить 2к интересно сколько известность увеличится давайте посмотрим 686 так скинули не хватает немного давайте чем-то продадим я понимаю что здесь цены никакие и надо было продавать раньше так у нас типа 2000 до потеряли 1000 получили боевое знамя известность растет насколько она подросла 811 600 ну 140 селис как приблизительно так здесь квест какой угроза жестенькая успеем вы следить ее до в рамках этого дня должны успеть когда выполняем идем по дороге тем более что следы пока по дороге да и там впереди сети плеты сети плеты это наши друзья мы знаем что с ними делать всем добрый вечер друзья у нас сегодня новый трай battle brothers максимальный уровень сложности генерации который уже разок было так отступи ненадолго далеко давай сюда держимся стараемся держаться кученько вставляем копья но не главным образом пойдут лезут смотрите мне очень нравится идея танка с копьем у него точность невысокая роль этого роль в копейщика по крайней мере на аренах очень нужна на старте помогает сильно высвободился молодец у глеб поближе так как они полезут мне нужно место чтобы доставать в любую ну куда бы то ни было все паучки умирают потихоньку сейчас будет только одна сетка скорее всего слева вот так вот и взяла так вот и взяла вы лупились новые пауки но они у отступают и этот квест мы выполнили за 700 за 700 баксов что трофеев сверху получили возвращаемся сдали и надо успеть в течение дня добежать до бланк до конца этих суток точнее до бланк вассера потом на арену посмотреть кто там обновился не обновился провести бой потому что тогда мы проведем один бой и у нас будет еще плюс решимость 50-процентный шанс выжить гладиаторами а это много поэтому вдоха мастер меча понятненько знамя выдаем нашему культисту ладно поплыли сидич посылку говорят нужно доставить эрлштадт это по центру который до ну мы в комп штат за 80 баксок смотрим здесь а я не взял посыл куда вторую можно доставить о та жизнь друзья пауза пауза 10 минуточек друзья все увидимся скоро с вами спасибо держитесь а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть контракт, мы не можем арену проверить, но зато за один день фактически доставляем посылку, которая так бы мы шли дольше И на следующее утро возвращаемся, соответственно, в Дахаб, проверяем там арену Странно, что мне цель до сих пор не дают новую Так, в Дахаб я не успею вернуться, да? То есть есть время в Тарве какой-нибудь квест выполнить Есть тут один Но это, к сожалению, караван Караван меня не устраивает слишком долго На местном рынке сбагрить мусор Там мусора особо нет Это не совсем мусор, конечно, но Так, виллу можно продать Скорняк, бронница, храм Я думаю, следующим человеком, который мы должны брать, это либо танк какой-нибудь Надо пораньше его начать Во Назначить сержанта Вот Если бы у меня выжил сержант прошлый Я бы сейчас уже это выполнил Говорят, спутников посмотреть Но, кстати, спутники, может быть Пораньше взять А, вон, трикосаря стоит Водушевление Было бы водушевлении, сразу повязку бы взяли сержантскую И получили бы 10 к решимости Что тоже хорошо Сумерки чуть-чуть не успеваем Приходим ночью Ну, осмотрим окрестности Вдруг Да, тут тупик будет Да, возвращаемся в Дахаб С утреца Смотрим, что на арене Лебешный гиен вообще изи Прикиньте, разница Один фехтовальщик С двумя С двумя кочевниками Или Так, у тебя травма Минус выносливость Ну, ладно, у него тройка есть Три бешеные Ой, две бешеные гиены Погнали Так, хорошо Это ползет Начинает дебафать Ой, плохо встали Ой, плохо встали Капец Я сейчас могу потерять Да, я сейчас потеряю этого Пытаться откинуть его С щитом Единственный шанс спасти Есть Есть Догрызть его до того, как кровотечение будет Есть Меня могли сажать здесь Ветеран арены У двоих из трех У двух из трех А вот сейчас бы я от каравана не отказался Если честно Или от каких-то простых миссий Потому что Потому что этот товарищ Ему нужно лечиться Мне нужно какое-то время Ну, ладно Поплыли тогда Камштадт Идти по следу Вернуть С ремониальной Блин О Решительный ближний бой 58 Инициатива И защита неплохая Так Может быть этот танк наш Без выносливости танк Ты точно уверен? Не точно Ладно, погнали А у меня Медицины нет Поэтому он и не лечился Идти по следу И скорее всего Здесь еще Место какое-то Да Которое в прошлый раз Не обнаружила Но здесь находится Так, провожу здесь Немножко времени Чтобы восстановиться Глефой Да Теряю время Надо попробуем Много разбойников Обычные разбойники Тут Можно даже А, стоп Назад Тут горы Отступаем Да, обычные разбойники Хочу второго танка Слушайте А подскажите По оригинам Кто шарит Что из доступного Ну вот Вор есть хороший Да У кого Нормальная выносливость И Кто на роль танка И сопротивляемость В ближнем бою Хорошая Наверняка Есть какие-то Ориджины Которые я не знаю Они решают Воры Да все-таки Варвары Кристиани Но варваров Здесь нет Да боюсь А Глеб Подводить Пытаюсь найти место Хорошее Чтобы сражаться А Вот так даже Это проблема Танда уже Ассасина Видимо Ставец Ой Очень хороший удар Даже так сделаю Тихонечко Врезаем Там таблички Где смотришь Ориджины Самая правая колонка Скоро Можешь Апания Сортировать И глядь Неочевидно Хороший Ориджин Я так понял Это вручная Заполнена Кем-то колонка Да ладно Так сейчас Надо Ассасина Спасать Ну как Спасать Просто Просто Идти И мочить Оставшихся Трех Красиво Фиосен Привет Сегодня прошел проверку по морали Так Хорошо То есть Бэкграунд И сортировка По правой По этой что ли В обратном направлении Это же количество плюсов Которые дают То есть Это не совсем то Что нам нужно Нам нужно Чтобы вот Как например У вора Было 9-9 защиты Это очень хорошо Чтобы была выносливость Нормальная Типа в районе Ну Желательно Соточка Конечно же Крестьяне Выносливые Но крестьяне Защита плохая Ну Межевой рыцарь Понятно Вот Кстати Хороший Выносливость Мессенджер Курик Курьер Браулер Тоже неплох Но лучше всего Да 9-9 У воров Это Это Топчик Для танков Большая разница Очень большая разница А Это не рейтинг Это количество Так А у нас же уже Сила воли У сержанта 52-65 Четверка Четверка Тут либо тройка Защита в дальнем бою Либо выносливость Я наверное все-таки Возьму выносливость Возвращаемся в Кампштадт Вот здесь Наверное Можно было еще Потому что Помните Меня ориентировали Когда я был А Я был здесь Меня ориентировали На восток Так Не понял Что там такое Ополченцы Куда-то побежали Тогда давайте Воров смотреть Воров проверять Услеживаем угрозу На Центр Так И ты у нас А подожди Я же тебя Хотела Вот может У нас есть Ворн Он Инициативный И решительный Вообще Решительность Это хорошо Для танка Но у него Видите Не по выносливости Не по мели Не прошло То есть Он все-таки Должен быть Фехтовальщиком Поэтому Инициатива Поэтому Защита В ближнем бою Поэтому Все-таки Атака Собираемся Аккуратненько Как-то уже Пришел в себя Не совсем Смотрим Сколько Здесь Этих Тварей И какого Тира Они Вообще Зявые Кажись А нет Тетричный Есть На Это Похоже Ну Поехали Группируемся Первый Промах Но Навык Есть Поэтому Копье Не Опускает Болин Снизу Будет Жопа Потом Ты Тришный Пришел Уже Этот Разрождется Дар Хороший Но Да Этот Разжирается До Второго Плюс Мораль Главное Чтоб Он Не Бил А И Он Отожрался Ой Это Очень Плохо Как же Прекрасно Дебафает Даггер То есть Мы ему На 30% Снизили Шанс Попадания Он Кого-то Сожрал Но Ничего Страшного Жрание Это Даже Лучше Чем Потому Что Он Наносит Медленный Урон Шикарно Так Кто Получил Уровень Получил Уровень У нас Как Раз Новичок Который Решительный И С Хорошей Атакой Типа второй Фехтовальщик Что ли Тем более У него есть Защита В ближнем Бою Ну как Он Фехтовальщик Так себе Если честно Я тоже Его под Инициативу Буду Под уклонение Под инициативу Может Это будет Там С Солянова Чувак С топором Каким-нибудь Бегать В Компштадте Были Давай В Сидич В Сидич Посылка Эрлштад Хорошо Заключаем Наконец Контракт Идем В Компштадт Доставляем Посылку Этой ночью Ну и все еще У меня есть Один Гладиатор Которому Быем Так здесь Два квеста Кто есть Продажи Браулер Есть Проверим Ох ты 57 Здоровье Выносливость Решимость Второй Сержант Страховочный 42 Решительность Тремя Звездами Жир Это вообще И танк Кстати Это танк Потому что Решимость Тоже танку Нужна Кажется Мы нашли Его Так Это мы легко Доставляем Ну полтора Косаря Слушайте Раз Плывем Бланк Ин туда Давайте возьмем Эту посылку Посылку Пять дней 1700 Даже 1700 В таверне Можно слухи Посмотреть Но ничего Интересного Нет То есть Мы Да Котчендорф Видимо Так Дорого Потому что Это типа Полуостров И Сюда Добраться По путям Это Видимо Обходить Обходить Далеко 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 А мы Как бы Платим Тут 60 Баксов И Уже Считайте В дне Пути И Я пойду На какие Нибудь Локации Надо Фермы О Откуда Наносит Низкий Гул Думаю Что Поблизости Пчелиные Ули Вы Инстинктивно Пригибаетесь Только Тут Понимаете Что Звук Исходит Из Сопровождаемого Груза Крышка Над Контейнером Гремит Трясется Защелки Не Не Ящик Покоя Оставляем Вы Что Не Готов Ремонтные Наборы 1700 Как С Куста Просто Тут Крестьянин Есть Испытая Его Но Он Совсем Нерешимый Может Этого Испытать Оптимист Противоречивый Квестов Нет А Здесь Таверни Погребенный Обитель На Лугах К Востоку Отсюда Погребенный Обитель На Лугах Либо Я Здесь Не Обнаружил Когда Искал По Квесту От Этого Либо Либо Я Не Знаю Она Возвращаемся Пока Что В Основной Как Раз Ближе К Утру У 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 В Дахаби Тоже Есть Квест Но Это Тоже Караван Эрлштад Четыре Дня Слишком Долго Разбиваю Лагерь И Су Треца Смотрим Кто На Арене Межевой Рыцарь Да Так Раз Раз у Нас Есть Фехтовальщик Может Мы Сейчас Раскошелимся Возьмем Фехтовальный Меч Потому Что Это Очень Редкое Оружие Убедил И Фехтовальщик Вот Караван Караван Это Гарантирует Нам Какие Бои Ближайшее Время Защита Хорошая И Мне Все Рано Туда Надо Возвращаться Там Эпическое Копье Нет На Такой Стадии Денег На Такого Типа Оружия Я Очень Надеюсь Что Сейчас Нас Начнут Бить Что Мы Там Парочку Раз Посражаемся Сделаем Разведку Хотя Было Единоразово Торговый Караван Проверяем По пути Еще О Со Старухой И не Помню Этот Ивент Она Кажется Могла Те Рассказать О Том Что В Кризисе Будет Ближайшем Номады Разбойники Номады Разбойники Ну Они Друг с дружкой Сражаются Со мной Нет Во Есть Есть Шесть Налетчиков Уже Как бы Не поражняком Сбегали Тедвашные Хорошие Копье Фехтовальщики Есть Но Его Очень Долго Качать Фехтовальщик Фехтовальщик Такой Класс Который Ему Много Чего Нужно Вот Представляете Человека С кинжалом Только Много Да Пока Он Не готов Так Здесь Вытанковывает Товарищ А Это Вблизи Бьет Пушка Я не знал Ждем Вот Этих Товарищ Под Глеб Вот Тут Хорошо Встали Это Не Это Караванчик Нет Это Я Это Я Разумный Разумный Шаг Как Как говорил Фотос Немного Другой Игре У Ворота Клонился Уклонился Клонился Потом Не Клонился Умер Парирование Парирование Включил Наступ Наступаем А Сейчас Что Что же Вытаскивание Так Здесь Здесь Побольше Но Как видите Есть Разбойники Попроще Сюда Боев Поставил Танка По Лучшим Вот Наш Бодрящий Удар Глеб И По Трем Танкует Успел Достать Оказывается Ой Как они По морали Не прошли Видели Все Все Сразу Лесом В целом Неплохо Сопроводили Караван Так Так В результате У нас И Глеб Есть И Претендент На Танка И Великолепный Сержант И Фехтовальщик Тоже Есть Главное С пушкой С Нас С Даггером Чувак Есть Не буду Я ему Волка Одиночку Делать А вот Фехтовальщик Будет у нас Волком Одиночкой Может быть И лучник Кстати Тоже Волка Сделаем Излучником Так Пара ловелапов Это Отлично Не забудем Сразу Прокачать Чтобы Так А это У нас Нимбл Друзья Мы Пришли К Защитные Классные Штуки 4 Выносливость И тут Инициатива Впервые Сильно Не прокнула Под Глефом Так А ты У нас Что У нас Тоже Нимбл Получается Нимбл Потом Дуэлянты Всякие Берсерки И боевое Безумие Но Нимбл Дает Нам Как раз Очень Хорошую Сопротивляемость 40% Здесь 42 Там Побольше Все равно 40 Отлично Починим Эту Штуку Так И кинжал Кинжал Что Атака Инициатива Двойка Опять Выносливость Поэтому Защита Ближним Боем Едем Дальше Майкер Снова Лучник О Нафтер Восемь Человек Волк Одиночка Специальный Билд Имирает Жбыстр Лидокайт В смысле Как он умирает Быстро Это Желучник Блин Денег Нет Но Притащили Получили Тут Сразу Триквест Идем По следу Тут же Собираем Себе Ремонт И хавч Нет Хавчика Не будем Брать Идем По следу Фири Хлев Врывается В вашу палатку Сообщает Что кто-то наблюдает За лагерем Вы выходите Из палатки Видите Неподалеку Некий силуэт Крадущийся Среди Деревь И кустов Когда силуэт Поворачий Сказал Можете Различить Его Злобленному Виду Шипит На вас Руки Силуэта Тонкие Это Альп Видимо Да Убейте Его Получили Опыт Альп Был один Возможно Плюс опыт Как за сражение Но недовольство К сожалению Левелап Так А это у нас Сержант Да Какой сержант Это у тебя Либо танк Учитывая Количество ХП Выносливости И резолва А может Сделаем танк С устрашением Там есть вроде Как Вот это Вот Интимидейшн Заставь их Разбежаться Выжас Любая атака Персонажа С навыком Страшающего У него Как бы Атака Есть Наносящий Хотя бы Одну единицу Урона Типа Цепь берешь Или копье Инициирует Проверку Боевого духа Соответственно У него резолв Большой У него Выносливость Большая То есть Это может быть Интимидейт Какой-то То есть Ну это танк Танк 65 81 Тут единичка К сожалению На атаку Резолв Выносливость И Пока что Тройку Качну Щит Копье Давайте Отдадим 23 День Так Воров Всего 5 Преследуем Убиваем Сейчас нужно лучше Мне кажется Сейчас самое время Подумать О добавлении Оленя В команду О, неплохая Метательное оружие Да У них есть Похоже Что есть Но всего 5 Человек Да Вон Металка Есть Тогда Я подожду Слегонцам Когда Этот Стрельнет Разок Блин Но для Этого Лучника Нужен Чтобы Контролить Блокирую Встаю Подойдет Да Посмотрим Как они Дам Пошли Да Ладно Даже Достал Эти Тыкают Этот Что будет Делать Интересно Так Ладно Ты Окружаешь Потихонечку Тут Тыкаешь Спорально Что делать Бьем Это Копейщик Стоит Но Зоны Контроля Не дает Подойти Человеку С булавой Ой Близко Раз работает Пусть Работает Вы На совесть Нужного Пошел Все-таки Решился Была Ошибка Так Удар Со Штрафом Самая Поопасная Этого Дуру Час Дойдет Какой-то Удар Произведет Я Подойду Даже Ему Подставлю Человека Со Щитом Чтобы Меньше Шансов Было Напопасть Ломает Чиф Этот Бежит Этого Тыкаем Очень Хорошо Дебаф Человек С кинжалом Ну Вот И Все Тоже Копьеты Дважные Копьеты Дашны Цеп Есть Пум 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 И Возвращаемся В город Забираем Аплату Надо Потавер О Нак Церера Еще Давай Сюда 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 Бегают Собаки Как же Долго Я Плохо Когда Противники Слабеет Себя Ты Тратишь Временно Для Того Чтобы Их На На Стигнуть Это Неправильно Все встали Да это Изи Вообще Тут Ни одного Т2 Ни одного Т3 Я пропускаю Ход Провоцирую На Атаку Опять же Мы всеми Уэтим Всеми Кроме Танка Который Переставляет Стену Щитов Да и Этому Тоже Можно Переставить Все И смотрим Как они Лезут Кто-то Дойдет Кто-то Получит Удары Ну и Дальше Можно Там Глеф И Ворваться Ассасин Ворваться Пошла Паника Глеф Подходит Раз Удар Вяжи Этого Товарища 2 Врывайся В Этого 3 А Нормально Будет Все Да Я думал Что По Морали Они Проверку Не Пройдут Все Не Прошли Догоняем Так Уровень Повысили Может там Сержант У нас Уже Да Сержант Это Мы Берем Вдох Водушевление И Выполняем Еще Одну Задачу Здесь Пятерка Резолва Тройка В мели Наверное И Выносливость Хотя Блин Он В тяжелой Броне Скорее всего Будет Да Так что Будем Его Заковывать Так Это у нас Кто Это у нас Устрашающего Вида Танк С Одноручным Оружием Почему Именно Танк Потому что Ему Выгодно Чем больше Врагов Находится Тем чаще Устрашающий Срабатывает То есть Он врывается Там В 2 В 3 То есть Ему Нужна Щит Скорее всего Какое-то Одноручное Оружие Им Обязательно Нужна Сила Воли Для Интимидейта Для Устрашения И качать Собственно Ее И возможно Ему Нужно Сконцентрироваться На Ну Выносливость Почти 100% Атаку А подожди Подожди Он же Он же Проверку Запускает И при Атаке И при Врыве То есть Ему Нужно Все-таки И атаку Какую-то Делать Да Проводить И оружие Надо подумать Затем Какое оружие Ему выдавать Так Это у нас Кто Это у нас Второй Потенциальный Фехтовальщик Но что-то Ему не везет Со статами Подпиши ролик Что-нибудь Не путать Они сделают Мы по оружию Будем Смотреть О, известность Растет Нам еще Сержантскую Повязочку Дали И в результате Известность Отряда Уже 1115 На 24 День Повязку Мы выдаем Сержант Увеличивая Его Резол Еще на 10 80 На 12 С учетом Бонуса 25 Он на 4 Уровне Резол 88 Нам не страшны Вообще Никакие Призраки Проседания По морали Очень крутой Сержант И он будет Расти Изгнать Разбойников К местечку Заключаем Кто есть А кто нужен Нам нужен лучник Олень Олень лучник Тут же О, инициативный Так, давай Дай мне звездочки В этом Звездочка 1 53 Но все равно Это очень хороший лучник Причем у него 54 Ох, инициатива Для лучника Хороша Это наш лучник 53 С Единичкой Ну Надо брать Надо брать Безусловно Я бы выдал Вот этому Товарищу Который Пока не готов И привязан Копье На вторую позицию Чтоб он не сувался Вперед Этот товарищ Тоже вроде Со второй позиции Бьется Да Фехтовальчик Давай меч Тебе выдадим Нет, давай Лучше второе копье Тупой Олень Тупой Да, тупица Минус К получаемому Опыту Это мы Сразу Выдаем Копье И щит У меня тут Далеко не топчик Вы понимаете Но Мне На данной Стадии Не так Много И нужным Так Увидели Где А мы сюда Могли прийти Без квеста То есть Нам показывают Места Где Ну ладно Браконьеры Укрытием 12 человек Отребьем Давайте Подходите Не подойдут Поднимать щиты Надо сейчас И вламываться В них Ставить сюда лучников Какого-нибудь Поднять щиты Надо Танку Моему Вернуть Поставить щит И запомните Выбор Надо очень быстро В них врезаться Слишком много лучников Проща День Видите Все Уже Выбитый дух Я не помню Что он дает Кстати Жмутся Гады Жмутся Да поехали Че Первый пошел Второй Третий Там очень много Битых Самый опасный Ход будет Вот текущий Который идет Так А что мы можем Кому можем Пострелять Где укрытие Нет Все Под укрытиями Да Пасно Опять Выбили дух У сержанта И сержант Насколько я понимаю Он при старте Повышает И соответственно Вот эти вот Флажки Синенькие Их будет больше Потому что он дает Там какой-то процент Знамя Дает какой-то процент Решимость Людям вокруг Правильно я понимаю Союзники В радиусе Четырех клеток Получают Бонус К решимости Оставляющие Десять процентов Максимального Показателя То есть Ну Девять В данном Случае Бонусно А за уровень Тебе Опа Давай Дорезать Раз Два Трис Глеба Не на позиции Оп Хорошо Вот и лучников Смотрите Мне здесь повезло Откровенно говоря Из-за того Что два по 44 Он попал Но это только Начинающий лучник Вяжем Вражеских стрелков Как можем И с минимальными Особо потерями А Во Окей Спасибо Минус 25 Выбитый дух Это минус 25 К атаке Инициатива И выносливость Довольно жесткий дебаф Ну на один ход Он распространялся Кажется Я уже начинаю чувствовать Вот эту вот силу Которая И энергию Которая течет Не знаю преград Это плохой Сигнал Это значит Что я могу Залить где-то А может быть Мы готовы По крайней мере Морально Сходить куда-нибудь Женщина И вот Места Все Справились Не Вот это Это отрибье Вообще Отлетает Только Хоть При том При том что у нас Инициатива 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 Также делаем Упорный Мы идем В инициативу Атаку И в данном случае Наверное Хиппи Потому что 4 прокнуло Возвращаем Создаем Квест Смотрим Что дальше У меня Есть Одна битва На арене Незавершенная И новую цель Надо будет Ставить Скоро Получили кроны Здесь ничего нет Давайте Слухам Никаких слухов Сейчас Компштадт Еще парочку Городов Проверяем Если есть квесты Стараемся выполнить Если нет В южные города Идем Квесты есть Посылка Какая В Тарву 700 Неплохо И караван Караван Мы хоть и торгуемся Но Естественно Никуда не пойдем Давай тогда В Тарву Хорошо Тут есть квест Лученько продается Кузница Пока ничего Вон Тарву Доставляем Посылку Проверяем Там квест У нас Будет Время Чтобы Чтобы Ну До До Возврата В дохаб Есть еще Второй город Южный Вот сюда Можно сходить Там квесты Подкопились Сто пудово Тарва Курва Да Щит Забыл Поставить Здесь Ветеран Арены Здесь Воин Арены Здесь Ветеран Арены Кстати С ним Былом Я могу И против Дугл Диаторов Быть Мы можем Это себе Позволить Так Тут парочка Квестов Угроза И лагерь Скорее Всего Да Либо Посылка Посылка Куда Камштадт Камштадт У нас Доступен О Так Попаста Благородные Дома Скорее Всего Немало Золото Состояние Торговля Держины Бойцов Благородные Дома Больше Квестов Так Камштадт Где еще раз Он Камштадт Изи Выполняется Берем Соответственно Камштадт Смотрим Здесь Новых Товарищей Вроде Ничего Интересного Нет По Продаже Что По ценам Цены Здесь Хорошие Надо Бы Наверное Попродавать Вещи Разные Запустить Процесс Починки Вещей Которые Стоит Чинить Цепь Я Оставляю Так Вы Взяли Взяли Погнали Доски Посмотрю Кстати Да Но я сто лет досок Не видел И плюс Мне же нужен Мастер по лукам Вот кто мне нужен Для того чтобы Мастера взять Нужно идти Куда-то Вот сюда Вот в эти гора По этим городам Пройтись Может реально пора Так Известность Растет Можем получать Контракты У благородных Домов Так Вы знаете У нас Известность Профессиональные 1300 На 26 День Водохабе Проверяем Последнюю битву На арене А также Контракт На 3 черепка Это там был Караван Кажется Да Доски в лесу На пилораме Вот Точно А ну да Я должен сначала В Камштадт Плавать Стать квест И в Камштадте Еще есть квест Благородных Домов Квест Есть один Мародерство Исчезли на Кожие Здравствуйте Пожалуйста Найти местечко Приберенная Обитель Сопроводить Караван Возвращаемся В Дахаб Смотрим Что на арене Три бешеной гиены Будет сложно Но я согласен Я бы сказал Что будет Очень сложно Потому что Может Сеточку Прикупишь Тебе Важное сражение И сложное Так Задача Максимально Реализовать Копье То есть Я отступаю Куда-то сюда Куда-то Сюда А здесь Пытаюсь Выставить Смотрим Так Иначе Если ты ближе То они Тебя допрыгивают О Промах О Сейчас Промажет В следующий раз Скорее всего Так Нет Ждем пока Смотрим Как А я могу Так сделать Да И вот так Сделать Уже Да Проходит Ну Давай с этой Начнем Гиены Почти Получилось Здесь Танка Жут Он уже Щитом Это Бежит Но Максим 2 Укусом Ты добиваешь Смотрим Смотрим За Тройка Выследить Угрозу Да Хаб Жесткая Угроза Какая-то А второй Караван Караван Нет Давайте Угрозу Интригует Конечно Такие Угрозы Которые Прям Так А у У меня нет Левелапов Нет Левелапов Жаль Что По Ага Вижу Так Заберем Добро Получаем Ранение Вывих Лодыжки Но Не у Критичного Вывих Лодыжки То Что Там Интересно В таком Количестве За 8 Гиен Погнали Много Гиен Но не Бешеный Гиен Да Я правильно Понимаю Так Отступаю Всеми Кроме Танка Танка Опа Есть Бешеные Гиены Все Таки Работаем Работаем Бешеные Ой 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 Лучник Избираем Как у меня лучник оказался на первой линии Минус лучник Да Минус Было Кажется Как то враги простые Были Образие Не вижу Смысла Квесты Благородных домов Мародерствующие Зеленокожие Давайте Вот место Гребен Это Обитель Как она Неомарк Северо-западу Отсюда Я уже второй раз Это Меня Кто помнит Где она Она скорее всего где-то здесь Да Меня вот здесь Ориентировали на запад Ой На восток По этой линии То есть он где-то вот здесь Находится Моя задача типа его найти И не обязательно сражаться Но я пойду сражаться Потому что как раз там может быть Лего лежать Есть Есть нашли Вот оно Действительно На острове было Так готов ли я Во-первых У тебя Тяж получает Берет закаленный В боях Но Сейчас Эффекта от этого Не так много Тройка выпала Блин здесь Тройка выпала И здесь Пятерка выпала Ладно Давай Из танка Делаем танк Смотрим с кем Мы не знаем с кем Мы сражаемся 13 человек Похоже на андедов Кто это Зомби Смотрим Зомбарита 2 И только Зомбарита 2 Фух Пронесло Ну может быть Там один Один кто-то Еще будет Так встаем Ого Падший герой Ой Ой Тяжелая Оооо Так Ребятушки Мне кажется Надо отходить Во-первых Искать возвышение Искать Эти Надо сделать так Чтобы они Потолпились Обязательно Возможно Подкайтить героям Тут неплохое место Возвышение Раз Вот здесь Можно потанковать Сюда Кого-нибудь Поставить Да видите Сверху Сверху Удобно Танковать Я бы сюда Поставил Кого-нибудь Из танков Ща глянем Как это Все Можно Разрулить Может Даже Да Наверное Танка Наверх Нужно Поставить Там Кипарики Хорошие Вот Эти Два Две Кипарики Три Кипарики Это Это 230 Защита Кажется Напавший Герой Это Герой Это Прям Герой Так что Танчик Вот Ну как Он не Танчик Но Да Он Может Танковать Вниз Три Сюда Три Сюда Да Что-то Мне не нравится Это Все Надо Понять Еще Куда Ассасина Поставить Книзу Самая Жесть Будет Да А Глеб Как Здесь Три Первые Цели По Этим Двум Плюс С бонусом По Точности Стоит Шикарно Конечно Ассасина Пока Что Вот Сюда Поставлю Опасное Место А Там Некромант Блин Там Некрас А Вот Это Очень Плохо Там Еще Некрас А О Ко мне Ворвались Уже Забафный Это Просто Триндец То есть Сверху У меня Проходной Двор Да Блин Некрас Я Не Попадаю Здесь Надо Выставлять Копию Полезут Рин Пробиваю Я Его Просто Он Все Попадает Кроме Последнего Удара Толкаем Отходим Чтобы Подлечить Его И Лезут Мне С этим Всем Потоком Нужно Справиться Продолжение он пытается выставить блин зачем это подошел это такой тупой сейчас он подходит и убивает мне копейщика как же здесь хорошо стою но вот эта ошибка была кровотечение вешает копия им бадика так а тут уже герой да забрали ой 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 вы видите кого не забавка ли падший герой забавка и он идет есть не пускаем не пускаем не пускаем не пускаем не пускаем а знаток игровой ой пустил на вторую не пустил о знаток игровой механики михаил так у меня копье сломалось как оказалось с герой подойдет до павшин сломали копье тут баф на этого до поднимаются трубчанские кто разбавит а вот этот разбав неплохой удар но сейчас будет держись держимся хорошо а он поднимает еще народ они там забавал этого сейчас падший герой зайдет а или он только что забавал его может его поставить а на давай так давно что он врывается сейчас и глеб убивает мне промах 1 2 3 держится хорошо хреново на держится подводить сюда я здесь не выиграю скорее но я с зомбарями не могу справиться как быть так этот минус этот еле живой ой хорошо назад чуть сейчас этого убьют ой держится а может и справимся зомбаре его скрешают и мораль хорошая у нас но этого пробьют район или поздно их меньше становится 78 мы поднимаем так ты готовься вставать танковать этого тут осталось четыре человека всего лишь капец как он держится так ты справился отлично ты тоже справился да ладно справляемся что ли сейчас надо этого убивать как там я спускаюсь типа чтобы а у него брони осталось раз два три минус осадочек вот залезать будем так танчик наш сразу в счет идет держись родной держись да вы что ну некромантом продолжает минус шлем ну я не могу как бы с ножики брать и идти что развал может быть очень очень убедительный аккуратно подходим но не сильно сафир олныч привет мы справились справляемся с динамикой которую нам дает этот некрас понимается мы мы убиваем тех кого он поднимает и держим удар от падшего рыцаря ладно может не 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 убиваем прям уж пойду ассасином резать почти готов минус рыцарь справились капец какая имба просто он не убегает да он бафает своих но все мы тут мы потеряли одного товарища который типа должен был быть вторым дуэлистом но у него были не очень выдающиеся статы и если бы не он а он выиграл мне где-то хода 4 мы закупорили фактически вражеского героя и справлялись остальными что делаем да ладно нет он его поднимать может то есть надо кого то отпускать убивать не краса ё-моё возможно я тут слишком не ладно двоих суда ты назад там у него еще защита есть блин некрас какой-то жесткий хорошо успел этого убить видите надо вставать там два человека на защите но мы взяли самых ну самых боевых вообще которые вдоль к хорошо себя показывают опять он поднял рыцарь этого я бы под него встал танком так чтобы чего не вышло но этим спокойственной броней мне кажется надо этого вязать чтобы не было больше кастов кажется он так работает это это я сломалась процессе представить сюда все кастов нет идем помогать с нашим здесь важно в первую очередь там одного по-быстрому забрать но у меня выносливость уже все никакая вообще в битвы с нежитью они на измор идут в смысле ты м олен я даже не пробиваю а он бафает и поднимает капец просто голден демка здесь еще у меня умереть люди могут что валим отсюда всеми нам нужно нашим помогать хорошо молодец все заблочили он не сделал снова баф а некромант вблизи ничего не делает так что мы можем его спокойно игнорить то есть задача людей которые вырываются к некроманту справиться с его ну завязать его и справиться с его свитой да минус не кросс последние зомби остается ух ну может мне лего дадут а как вы думаете мне кажется заслужил какой-то фолиант и золотой кубок дорогой блин ну где где же надо слухи слушать и идти сражаться по слухам по таверне то есть тебе сказали что там будет броня давайте по тавернам сейчас пройдемся обидно так мы потеряли одного бойца молодца потеряли копье так это будущее одинокий он пока не готов а ты у нас кто а ты у нас как раз устрашающий чувак да устрашающий чувак причем танк он будет с мастером счета потому что он будет как раз врываться врагов проверять их у него резолв у него выносливость и наверное немножко все-таки защиту качну чуть-чуть так ходячие мертвецы путешествие гоблины отправить путешествие прославить отряд и навести все поселения ходячие мертвецы так 3000 у нас надо получить 300 крон но мы получили за разведку местности а не за так и у меня лучника нет да опа раскопанная братская могила не знаю кто то обитает больше ничего ремонт 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 что по ценам выше чем обычным чуть чуть но выше но у меня инвентарь полный мы можем спокойно короче я хочу второго танка хочу второго танка плывем соответственно в давай сочинайте проверим принесший обед серич защитить от разбойников могут быть орки к сожалению и это минус день так а гроттенхом вообще был у меня я ни разу в гроттенхом не ходил мне предлагали предлагали я в гроттенхом не не плавал никогда а тут у нас и таверна так проходили мимо всего племенные лачуги ничего хорошего ждать не стоит к востоку говорят несколько могил к востоку отсюда опустили кто то сказал что расхитители могилы скользнули щит похоронены там странно ведь никто на самом деле не видел расхитители к востоку отсюда могилы к востоку могилы эрлштадт только я возьму ух ух набрать бы еще пацанов бы ух ма счастья ма 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 ух ма 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 ну посылочка просто там за 700 плюс в ролдштадте я могу что-то купить еще кого-то купить еще может быть так есть лучник но он дорогой очень и это не топовый этот ай-яй-яй в запас посадим этого товарища притон головорезов востока отсюда так ничего погнали готов ли я гротт он что-то там повергните короля варваров со всей ратью король варваров всего серьезный 30 день я иду на восток строгом как раз мне лагеря нежити и там щит уникальную в этом месте но с и к ты конечно настроение у пацанов хорошие это запад миша короля свергать настроение еще немножко улучшили запад 28 день точнее к востоку строго на восток идем вот оно последний оплот очень много древних легионеров я бы цепь поставил хотя там вторая вторая это должна работать неплохо вторая позиция специализация тут специализация тут нет специализации пока можно тоже поставить нет оставь погнали очень много древних легионеров очень много это сколько 11 человек это двашные чуваки очень жесткие там еще вторая линия скорее всего будет отступаем ищем да это будет о возвышение есть они выносливы еще трындец да вот они с копьями со второй кажется особенно вот эти вот опасно вот этот этот уходим верхотуры немного совсем может наверху что-то есть более толковое есть ой там кажется деревья мешают лучше нет то есть там минимум 2 2 возвышения еще преграждающие деревьями о 11 человек это т2шные андеды да здесь похоже надо размещаться ну потому что вот эти вот места наверх там ставим кого-нибудь типа офицера и глефу фиксируем парой танков вот этот этот проход и пытаемся с ними как-то посражаться я думаю как для поставить они еще будут лезть на копье может быть мы тогда вот все вот эти вот штуки оставим вакантными то есть поставим сюда нашего танка со стеной копии вот сюда вот кто проходит будем атаковать по глефы вот это вот вот эти вот три бьются и осталось выстроить что-нибудь толковое сверху и сзади офицер напрашивается сюда хотя он будет далековато ставальщика убираем ставим копия погнали придется видимо ассасина вот сюда куда-то поставить а или же просто будет бить сучок точно с этой позиции так но наверху ассасин просто собирается с этим сражаться я думаю это отличная возможность чтобы тут пропуск пока сюда тут пока непонятно ой какие они плотные капец копия выставляем смотрим они идут мы начинаем тыкать но там щиты и защита высокая рано или поздно они прорвутся ко мне очень много их так здесь ок ой да ладно все что ли давай тогда так понеслась обход сзади надо срочно ой здесь здесь можно подрезать с ассасином хотя кто кого подрежут еще тут неплохой удар плохой ход ну как бы все мне кажется не выдержу здесь да да зато уникальный щит попробовал взять мы пока держимся так это под глефу это под убийцу хорошо вот это хорошо но этот смертник на самом деле добили блин как мне оттуда бегать и здесь тоже видите еле живой уже а он хороший здесь нет у меня людей которые плохие уже да это минус минус вы угрожающий чувак ну тут никак слишком много 2 танка не хватило память пошла минусы товарищи да минус я здесь уже я уже вижу что минус я я уже сержант ставить сюда чтобы не забрались минус фехтовальщик у нас 30 четверо против семерых ггм неплохой трайбл тоже но хардкор то есть хардкор хороший был висер вообще бригада неплохая не пробиваю просто сама глефа без на какой там был хороший но во-первых нужно дробящее оружие против против андедов во-вторых против андедов нужен хороший резолв но с этим не было проблем на случай если были призраки 2 танка здесь явно не хватило то есть вроде позиция выбрал лучшую из возможных они там толпились туда-сюда но 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 жалко хороший трайбл мы только стартанули сегодня вечером конечно да не знаю стартовать не новая не охота если честно может быть соколу написать сейчас телефон возьму и вернусь но 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 естественно что еще делать там там то за что за вопросы ищем порт потому что я не хочу на той же самой генерации играть подряд посмотрел михаил и решил что вроде можно поиграть в наших сам городок братков короче умер раз десять на самой легкой сложности первых же баталии пришел что лучше посмотрю к другие страдают есть такое что почти когда идешь кемпейни по квесту может быть смело брать 12 шлаки мне усилийся клачь людей да надо было а экипировки не было на память по ним на них так это не портовый город хочу портовый стартовые потому что как только ты начинаешь если набираешь лиммингов без 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 нормальной экипировки они быстро умирают из то что них нет армора и у твоих товарищей им падает мораль падает мораль и твои товарищи становятся в процентах хуже то есть их статы уменьшаются выход нажал эх да жалко блин ну надо научиться все таки как с этими кемпами сражаться в тот момент когда у тебя видимо подкапливается какое-то количество денег и ты такой уже чувствую что что текущая ситуация контролируется о соколик да хорошо давай с переключимся друзья сейчас переключимся на паб джи с соколиком с чемпионом о единственное что я возможно сохраню эту генерацию оптимист неплохо неплохо ну такие перки перки никакие но зато не оружие нет а куда мы можем отплыть в один город мне кажется что это не самая хорошая генерация ладно все запускаем запускаем паб джи делаем пауза на сегодня в братках смотрите в братках сегодня мы запороли предыдущий трай очень бодренько начали следующий трай единственный косяк такой прям серьезный косяк за первые там 25 27 дней это потерянный олень это из-за того что я переставил против на актеров ему дал щит и копье но это правильно но я не увидел что это он я потому что другой чувак с и оставил его впереди этого делать не надо было конечно вот ну и потом был был заход за легендарной пушкой в один конец ну халю бобре привет опердоле здравствуй сокол здравствуй как дела у тебя пойдет я заходил сегодня в паб джи мне сказали что забанили еще одного человека да это вообще дичь приглашай и да 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 пригласил дуо прожал прожал гол а ты вообще братков играл нет хорошая игра хорошая интересная но местами сурово давай отливаем на нормальную карту был у меня один раз старт за портовый только спустя пару недель обнаружил что единственный порт в игре а но как-то не проверил сразу же что же такое о да да давай нормальный один разок хотя потому что так и два столько ну два а во сколько примерно завтра бракет будет не факт что будут завтра братки но ориентировочно часов там 4 5 куда-то туда чтобы получать уведомление начали трансляции коды 122 на гг есть добавление в избранные и кстати ты приложение смотришь ты можешь сердечко нажать скилл показать там тебе пушек прилетит как только стрим начнется а если придется играть отлично отлично поехали эрангель не норм для сокол да я не знаю что-то в нос воротит это это странно не просто бы с удовольствием на хороший как-то отпраздновал день народного единства кстати крышу дело брату берс говорит брат пугай battleground ну можно поменять название но по превышке все видно а я сейчас паузу в локальной записи сделаю до 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 Продолжение следует...